У меня вот такущий. И убивали, и воровали. Какое количество людей сейчас? 6 тысяч 506. Вы меня сейчас обманывают или что? Я не пойму. То есть ты сейчас работаешь без зарплаты в 101? Да. Вадим, 101 обманывают людей. Почему это происходит? Ну, скорее всего, я тебя обману. Можете объяснить феномен? Я тебя обману опять. Почему сложно? Это пипец как сложно. Я увольняюсь. Косяк, косяк. Офигеть. Серии напомни мне через 3 года узнать. Всем привет. Очередная версия подкаста «Люди. Дело». И сегодня у нас в гостях Денис Татауров, город Сочи, 101 групп. Привет. Всем привет. Привет, Рувим. Как тебе Москва? Ты нас побывал на мероприятии. Слушай, ну мероприятия вообще огнище. И с Москвой я в восторге, но я быстро и насыщаюсь. И обратно бегом-бегом в Сочи к проектам, к работе. Вот, самое интересное. Хватает на чуть-чуть. Давай так, давай небольшую историю. Вот у тебя написано 101 групп. Кто такие 101 групп? Что это такое? 101 групп. То есть это команда единомышленников. Это одна глобальная секта в хорошем понимании этого слова. То есть секта — это объединение людей, у которых есть одна миссия, которой они следуют. Это если так вкратце. 101 — это не только инфоприятия, как мы это все видим. Это еще и строительная компания, отделочная компания и IT-компания. Это по факту собрались строители, которые преследуют одну классную цель, объединились, запустили IT-направление с помощью IT. То есть давай так, продукт 101 — это что такое? Это курсы, это приложения, это ремонты. Давай так, смотри. 101 — это несколько компаний. Поэтому здесь и написано групп, то, что это группа компаний. 101 IT — это компания, которая занимается именно разработкой IT-решений. Многие знают именно по нашему приложению, которое очень крутое, которое позволяет вести финучет. Финучет — это же по факту… Здесь я согласен полностью. Это же последствия управленческого учета, финучет. Это одно направление, одна компания. Это малая часть управленческого учета. Да, малая часть. Малая часть, но все-таки это результат. Это результат, на который можно смотреть и также позволять управлять именно самим учетом, самим процессом реализации. Вот смотри, в мою жизнь 101 приходил долго. Я с Вадимом общался очень долго, и я классифицировал вас как, в лучшем случае, это IT-компания. И уж точно не строители. Поэтому давай сегодня разберемся. Потому что у нас еще есть огромное количество вопросов вот здесь, так что готовься. Там, в смысле… О, я на все готов. Там есть нормальный. Вот. Поэтому как-то так. Вот, окей, смотри, IT понятно, да? Сейчас добавлю. Короче, пацаны, я стараюсь не перебивать, но я буду сегодня слушать больше. Просто немножко хочу рассказать, что долго ко мне приходило это, и на данный момент мы внедрили у себя 101 и пользуемся им. Это не единственный инструмент управления, но очень важный и очень такой серьезный, весомый. Я бы сказал, что он меняет индустрию в России. То есть 100%. Вот. Поехали дальше. Окей. Кроме IT. Да, кроме IT, ну, помимо приложения 101, у нас еще есть и фоточат, который мы разрабатываем, и инструменты по наведению порядка на складе. Это сейчас ты мне говоришь про… Это просто я про IT-направление добавляю. А помимо этого мы строители. У нас огромное комьюнити именно внутри нас отделочников-строителей, которые реализуют проекты в премиальном сегменте. То есть мы делаем отделку, мы проектируем, мы комплектуем, мы строим. Вот. И мы за счет приложения, мы смогли это построить не только в Сочи, находясь вот прямо здесь сейчас. Мы разрослись на всю страну, и мы не франшиза, а мы именно команда единомышленников, которая так развивается. А не франшиза? Нет. А чем отличается франшиза от 101? Франшиза зарабатывает на франшизе. 101 объединяет людей и делает так, чтобы каждый человек, каждый человек в команде был максимально счастлив, соответствовал внутренней философии и развивал компанию в том числе. То есть не стоит задача продать. Стоит задача совместно развивать и компанию, и друг друга. То есть окей, получается так. Если мы говорим про компанию, которая не идет по методике франшизы. Просто франшиза такое слово заезженное. Чем отличается 101 от классической франшизы? То есть когда кто-то придумал идею, сказал, вот у меня есть алгоритм такой, я вам отдаю, и дальше мы идем. То есть просто многие люди, то есть мне очень многие люди, проясни, пожалуйста, считают 101 франшизой, которая не франшиза. Мы даже написали, мы не франшиза. Вот именно, мы не франшиза, это означает, что мы франшиза, ты же понимаешь? Я понял, понял. Давай я сейчас разъясню. Немножко, да, раскрою. То есть если ко мне придет человек, скажет, я хочу стать частью команды 101. Да. Будучи франшизой, он должен по факту заплатить миллион, два, три, и он получает возможность работать от лица. В вашем случае он должен пройти Академию? В нашем случае он нет. Ну окей, смотри, один из показателей, он должен пройти Академию. Да. По результатам Академии он понимает полностью нашу философию, наш подход к делу. Если ему это аукается здесь, если он это все разделяет с нами, эту философию, то тогда он делает сам шаг вперед, сам делает выбор. Мы никогда никого не заставляем, никогда никому не предлагаем. Если ты придешь, скажешь, слушай, вот блин, круто, я с вами хочу. Вот это уже партнерство. Я понял. Вот, это самое важное. Тогда мы не будем перескакивать с темы на темы, подытожим, что 101 подразумевает в себе найм людей, которые не являются как бы частью компании, то есть которые, мы сейчас дойдем до прайса и всего остального, естественно, вот, то есть можно в принципе присоединиться к 101, ну практически кому угодно, если ему подойдет ваша идеология. И ему подойдет, и он подойдет команде. И он подойдет команде, да. Конечно. И критерии отбора? Критерии отбора, то есть, ну, если мы говорим про строительный отдел, то, ну, в первую очередь, это, ну, соблюдение всей культуры производства, и во время академии, она идет неделю, мы понимаем, что это за человек, насколько он умеет отдавать, насколько он умеет развивать компанию. А какое количество сейчас объектов? Сейчас около 170, в пике было больше 200. То есть объектов, которые ведут партнеры? Договоры? Ну да, конечно. И договоры заключены на 101. Договор заключается у нас в частности на каждого руководителя проектов. То есть получается так, что человек к вам приходит, исповедует вашу, скажем так, какую-то идеологию, затем заключает договор на себя и ответственность внесет сам? Конечно. Все, при этом делясь какой-то частью маржи с основателями за идеологию. У нас открытое распределение. Ну да, это я и понятно. Да, он, понятное дело, то есть он долю прибыли, он отдает основателям компании. Доль прибыли он… А что дает компания? Почему так человек согласен? Почему вы… Вот в чем вот эта фишка, что вы смогли 160 объектов по такому принципу взять в России? Это же, ну, супер, это крутой результат, это объективно. Ну, это много, тем более в этом сегменте это очень много. Это до хрена, да. Тем более, да, вы работаете в сегменте 40+, как я понимаю. Ну, 40 тысяч рублей квадрат. Ну, 40 плюс, 70, ну, там… Ну, вот там вот, короче. Да, вот там вот. Сделайте мне как, грубо говоря, в моей классификации. В чем секрет? В чем секрет? Да. То есть у вас, подождите, давай еще раз подытожим, 160 объектов, то есть что получает человек, придя к вам? То есть почему вы смогли до 160 объектов разрастись? То есть какие инструменты он получает, что, ну, в смысле, что он не уходит после первого объекта? Вообще много уходит? Нет, окей. Один. Один процент? Один человек. Что один человек? Ушел. Один человек от вас всего лишь ушел? И все остальные, зайдя в компанию, остаются? Они остаются. У нас есть такое понимание, как уйти на парковку, поставить на парковку человека. Угу. Вот, но один человек именно осознанно ушел. А какое количество людей сейчас? Какое количество людей исповедует, скажем так, вот эту идеологию 101 групп? Давай так, 6506 контрагентов, это с учетом поставщиков? Это ты сейчас смотришь контрагенты настроенные в этом самом. Это я смотрю, да, в приложении. Сколько? 6000? 65006. Слушай, а вот смотри, у меня в команде работает порядка 30 человек. Я сейчас захожу в контрагенты, у меня их 320. Ну, то есть… Ну, возьми процент. Ну, да, я понял, да. Ну, не 6000 же у вас людей работает. Нет, я же говорю, убираем поставщиков отсюда. Убираем поставщиков отсюда, да. Немножко дизайнеров. Немножко дизайнеров. Ну, давай мы поделим пополам. Ну, вот смотри, вот еще раз говорю, у меня из 10% получается. То есть получается, что 600 человек. 600 мастеров. Ну, больше, больше. Просто по моей, грубо говоря, истории. То есть, опять же, есть же люди, которые поработали со мной на одном объекте. Ну, и все, да, грубо говоря. Или мы там провели, просто купили что-то и все. То есть мы контрагента добавили. Соответственно, еще раз говорю, то есть, ну, не 6000 человек у вас работает. Нет, нет. Это некий обман. Это не обман, я сказал, что у нас всего контрагентов 6506. Убирай отсюда всех поставщиков. Ну, давай пополам разделим. То есть это будет около 3000. Ну, в среднем полторы-две тысячи человек. Это управленцы. В основном, да. Это управленцы. Это мастера, которые с нами всегда, вечно. То есть полторы тысячи человек. Ну, давай грубо возьмем так. У меня нет такой жесткой статистики. Ну, я понял. Ну, просто мне интересно. Полторы тысячи человек ведет 160 объектов. Из-за этого мы получаем по 10 человек на объекте. Правильно или я неправильно считаю? 1500. Ну, математика примерно такая. Ну, да. Ну, плюс один человек, конечно же, он может на трех объектах быть. Ну, из-за этого, да, 100%. Да. Вот. Офигеть, если честно. Ну, то есть это такой большой. Вот смотри, ты спросил, какой инструмент дает 101. Да, вот теперь продолжим. Окей. Человек — это инструмент? Просто мы поняли объем. Человек — это инструмент? Человек. Ну, исповедующий определенную идеологию или как? Нет, человек. Это инструмент? Вот, допустим, я даю тебе человека. В рамках твоих задач и роста это инструмент? Допустим. Допустим. А если я дам тебе не один инструмент, а вот сколько я там назвал, какую цифру? 7000. Ну, там было меньше, но 7000 инструментов я тебе дам. Это аргумент? Ну, не совсем. Ну, для меня, например, нет. Ну, ты был один просто с голой задницей. Приходишь к нам, а у тебя уже огромная команда. А, комьюнити. Ну, окей, все, понял. Первое. Не только комьюнити. Комьюнити и инструмент. Под инструментами я подразумеваю полностью всех. И бухгалтеров, и СММщиков, и коллег-руководителей проектов с других городов, и рядом с тобой. И помощников-руководителей проектов, и маляров, и электромонтажников, и сантехмонтажников. Окей. Реализуй свой потенциал, у тебя все есть. Но одновременно с этим ты его еще наращиваешь. Ты еще приводишь новый инструмент. Хорошо, окей, зафиксировали. Еще. Ну, то есть вот мы имеем 7000, ну, пускай хорошо, 5, пускай полторы тысячи человек. Не важно, короче, мы имеем много. Мы имеем много людей, которые ходят в майках. Да, 101 их действительно много. Объективно их много, это факт. То есть ты как бы тут с этим… Сколько, кстати, в Москве? Ну, примерно. Я тебя обману опять. Опять обманешь. Опять обману, ты должен прям заморочиться, посмотреть, посчитать. Ну ладно, мы к этому вернемся. Я просто, знаешь, что я хотел сказать? Я вспомнил твой аватар. И твой аватар обманывает людей. Да. Понимаешь? Это я специально сделал. То есть это, да. То есть, ну, как бы, с одной стороны, ты же использовал ничего такого страшного. Разрешенный алгоритм, кружочек такой вот. Да. Ты скажешь, красный кружочек какой-то там. Вот это же разрешено? Разрешено. Но ты тем самым добиваешься чего? Маркетинг. Маркетинг. То есть, чтобы большее количество людей, которые уже видела, еще раз кликнули и посмотрели. А ты не думаешь, что ты разочаровываешься? Ну, то есть, прикинь, ты так два раза сделал, а на третий раз ты не нажимаешь. Ты не думал, что ты портишь этим? Ну, то есть, вот смотри, как это работает в моем случае. Ну, типа, волки, 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 а потом уже, короче, на тебе. А потом волков нет, да? Не задумывался про это? Нет, не задумывался. Сейчас, спасибо, задумался. Да, потому что, короче, несколько раз я нажимал, и так получалось, что я был обманут. Вот ты жулик, да? Да, 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 да. И как бы, ну, и вот ты потом не нажимаешь такое, ты же думаешь, ну ладно. Ну, это как с утра повторяют сериал, который вечером был. Вот такая же история. Ну, то есть, я про что и говорю, что как бы вроде бы разрешено, да? Вроде бы нет. Мы сейчас дойдем до всяких комментариев. Слушай, прикольно. Ну, прикольно, факт. Прикольно, спасибо. И то же самое происходит, то есть, с фоном неким, да? Вот есть же фон, что 101 обманывает людей. Почему это происходит? А я тебе скажу, почему. Вот смотри, проходит очень крутой, там, не знаю, человек, вышел из Мерседеса в красивом костюме, идет рядом, ну, не знаю, проходит мимо, ну, там, работящего класса. Я не буду говорить там мимо бомжей, просто работящего класса. Как ты думаешь, они на него как подумают? Они подумают, да, по-любому он украл, по-любому он где-то там насуетил. Ну, не может нормальный человек вот таких вот результатов достичь. Не может. Ну да. Потому что он не хочет. И здесь, ну, огромное количество людей именно в сфере отделки и строительства, они игнорируют именно вот это развитие. Может быть, слишком громко сказано, но я просто проводил эту... А какой у тебя был путь? Я понял. Я понял. Мы сейчас, мы обязательно вернемся к негативному хому, потому что мы его, короче, ну, мы должны его либо рассеять, либо... Либо усилить. Либо держись, короче, такая история вот. Короче, смотри. Какой у тебя был путь? Вот ты, Денис Татауров, который из... Сургута. Из Сургута, да. Парень из Сургута, который захотел приехать в Сочи, да? Ты приехал в Сочи. И как ты вот... Слушай, у меня путь... Как у тебя на майке теперь написано 101 групп? У меня путь вот такущий. Ну, если мы говорим про сферу, сферу отделки и строительства. Вот. То есть еще до того, как я переехал в Сургут, я с девятого года попал на стройку. Случайно, но как бы попал. И начал как раз и вникать в процессы. Мы занимались кровлями. Сначала я был там подмастерием, потом мастером, потом меня сделали прорабом. И вот мы делали эти кровли. Все, я там поигрался, денег заработал. Ну, я вот туда пошел, потому что, ну, что я там еще умею-то? Вот я и пошел на стройку. Вот. Это же вот эта вот типа тема, да, про которую мы вот разговаривали недавно. Оно и есть, да. Кто такой строитель? Это тот, которого никуда больше не взяли? У меня была возможность быстро заработать денег. Я побежал. Я побежал, заработал, все, круто. Быстрые деньги. Там такая толстая американская резина была, вот мы ее застилали. Круто. Все. После этого я такой, блин, ну окей. Уже к одиннадцатому году связался с отделкой. Посмотрел, такой, думаю, блин, прикольно. То есть есть бригады, которые готовы платить 10% за то, что ты им даешь объект. Я такой, блин, ну, неплохо. Десятый год. Десятый-одиннадцатый. Где-то так. До этого были какие-то шабашки мелкие. Я такой думаю, ну окей. Ну прикольно. Я взял проект. Квартиру под ключ. Две или две пятьсот за квадратный метр. За всю квартиру. Как со современный маркетинг. Кто про что говорил? Ну вот. Кто про что форс говорил? Я прям нормально все взял, договорился. Все. Я предприниматель уже. Я строитель. Взял бригаду таджиков. И мы начали фигачить эту квартиру. Я на этой квартире жил прям. Ты понимаешь, какие люди там работали? Конечно. И ну можно сделать поправку на год. Но все равно даже в то время. Ну был ценник гораздо выше. Я работал за 10% от договорной цены. В итоге все закончилось над тем, что я стою в коридорчике. Стены белые. Ну там просто намазюканные. Заказчик вот такой арома был огромный. И у меня вот так вот перед лицом пролетает кулак. Ударяется в стену. И по белой шпатлеванной стене от кулака стекает кровь. Он орет просто как не знаю чего. И короче в итоге он нас там просто нахуй послал. То есть вы его довели. Очень сильно. Да. Получается что было? Непрофессионализм. Непрофессионализм. Просто непрофессионализм. Две с половиной тысячи рублей квадрат. Пол ты прикинул на сколько квадратов было? Около 50 квадратов. 54-54. Ну пару вечеров погулять хватит. Это деньжища ты чё? Это ж вообще. И потом ты сказал, ну его нахер-то сургут. Смотрю-ка я в Сочи от этого типа. Нет, нет, нет. Это вот было вот самое начало. И всё. Я такой думаю, блин. Ну окей. Похер. Едем дальше. Взял санузел под ключ. Офигенно всё получилось. Мне повезло с мастером. Всё сделал. Всё классно. То есть каким образом взял санузел? Объявление? Или там сарафанка? По знакомым. По знакомству. Сарафанка. Сарафанка работала прям. Всё. По знакомству взял санузел. Сделали. Из мозаики. У нас была подвесная из гипсокартона. Тумбочка из мозаики. Мы её делали из профиля гипсокартона. Ну я не знаю. Всё упало. Вот как бы вроде нет. Я не знаю. Я не знаю, как мы эту херню делали. Потом были проекты, которые я просто сам брал. То есть я вижу проект такой, думаю, о, прикольно. Быстро. Работа несложная. Там гипсач собрать. Отшпатлевать его. Плиточку уложить. Подкрасить. И думаю, блин, круто. Возьму денег заработаю. И такие шабашечки брал. Всё. И потом постепенно разрастался, разрастался. Уже там и объявления, и расклейка, и маркетинг. И уже создал более такую небольшую команду. Уже перебрал несколько бригад. Я работал универсалами. Всё. У меня было… То есть ты для себя решил, я иду в сфере оказания услуг в ремонте, да, грубо говоря, в качестве прораба? Слушай, мне кажется, сфера за меня решила. В качестве, ну то есть в качестве прораба? Да. Всё, окей. Вот именно, прораба. Тогда это слово было уместно. Естественно, конечно, это было слово уместно. Да. И всё, я вот так занимался прорабством. У меня было там много проектов. Взял себе в партнёры Анвара. В Сургуте? В Сургуте. А, вот история. Я не знал этого, что Анвар оттуда. Ну-ка давай дальше. Всё, поехали. Анвар. Респект. Да, всё, и мы с Анварочком давай там вдвоём суетить, всё делаем, всё классно. И всё, и у нас уже там появляются первые СРМ-системы, мы начинаем всё пытаться автоматизировать, работаем с дизайнерами. Это уже какой, 15-16? Это уже, да, 15-16 год, и у нас уже где-то около 14 проектов, мы уже такие классные, офис там, все дела. Партнёры с Арваром. Партнёры. Ну, знаешь, какие мы были партнёрами? Какими? Просто интересное мышление, да. Многие так и работают, как партнёры. Мы делали вдвоём одно и то же. Вот знаешь, я с Тамарой ходим парой. Ну, вы же партнёры. Ну, не сексуальные же. А партнёры по бизнесу. Ну, сейчас ты осознаёшь, а тогда мы делали ошибки. И, соответственно, мы просто потом в дальнейшем разделили проекты. То есть мы делаем одно и то же, но на разных проектах. По факту мы были два руководителя проектов, но без какого-то там начальника, без какого-то оригинального управляющего. И вот мы так реализовывали проекты. Всё было классно. Внедряли CRM-системы, внедряли техкарты ещё на то время на базе Trello. А, кстати, вот это всё, знаешь, откуда повелось? Нам случайно, как раз по знакомству, попался объект Додо Пицца. Нам нужно было… Да, я представляю, что такие Додо Пицца. А на то время у них была Trello. Trello — это была паносея. Это к айтишники случайно попали. Ко мне зашли айтишники, и нам пришлось отработать объект. Камера на объектах. Камеры? Вот Trello, держи, канбан-доска. Такая же херня. У меня был один-в-один с айтишниками, я офис делал. Отстаньте от меня! Говорю, я работать пришёл, я не буду ваши кнопки там нажимать. Потом ты как бы такой, ну окей, ладно. Хороший объект, хорошие деньги сделали. Сделали объект. Немножко накосячили, кстати, там, но сделали. Но мы пощупали, потрогали эту пользу. И я вот сейчас, вот я задаю вопрос, почему люди там не пользуются 101. Они не могут пощупать. Сейчас мы вернёмся к 101. А вот как у тебя было, вот это непринятие жёсткое, Trello было, да? Да. Жуткое, непринятие. У меня было жёсткое. Я вышел, прям плевался. Вот, вот, то же самое было. Вот, один в один. На хера вам это надо? Вот же, штукатурка, стена. Зачем это писать? У меня была один в один история. А потом кайфанул. А потом адаптировал. А потом я это всё превратил в систему. У нас там был финучёт, у нас там были техкарты, у нас были чек-листы. У нас была вся этапность работы. Там был заказчик, там был прораб старший. Путь был такой, то есть вы росли, 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 потом бах, поймали другую сферу, типа IT. Да. Поняли, что прикольно, да? Прикольно. И пошли дальше. Да. Мы это всё внедрили, всё. Заказчики кайфуют. Тогда это было, ну, только у нас такой инструмент был. Ну, холодно, да? Сургуте или что? Что случилось, что ты в Сочи попал? А я всегда хотел уехать из Сургута. Я рассматривал Москву, Питер, Калининград, Сочи. Ну, так я посмотрел, ну, по климату самый крутой город. Ну, это факт. Вот. И в итоге, короче, в Сургуте столько всего было. Если мы что будем рассказывать, мне кажется, эфира не хватит. Я поэтому не говорю, что всё, давай вот. Всё, всё, там и дизайн студии, и убивали, и воровали. Вот. Ну, всё, я такой решаю, всё, я уезжаю. Ну, его нахер этот Сургут. Переезжаю в Сочи. Переезжаю в Сочи, и перед тем, как переехать, я одну из машин просто перегоняю, ищу квартиру, чтобы, ну, арендовать, там жить, семью перевезти. И там, как раз, было мероприятие по дизайну. И на мероприятии, смотрю, выходит какой-то парень в костюмчике, и начинает там задвигать, что у него там какое-то приложение. Я такой, у нас Трелло, блядь, какое у тебя приложение, ты чего? Я смотрю, что-то вроде интересное говорит. Поговорили, 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 всё. А это по факту... Ну, слушай, ну, Трелло и 101, они же вот, ну, в смысле, вот так. Ну, я-то не вник вообще даже в это. Для меня вышел какой-то тип. И я как бы такой, я уже всё сделал, ты что мне там рассказываешь? Ну, это ж нормально, все так думают. Всё, потом мы познакомились с Вадимом, а у него тогда было очень много свободного времени. Он мог себе позволить прямо вот уделять и рассказывать о своём детище. Он им показал приложение. Мы с ним съездили вот прямо вот после мероприятия ночью на объекты, посмотрели проекты. Я посмотрел то, что реально круто, офигенно. Всё, такой, думаю, блин, офигенно, классно. Ну, в итоге мы познакомились, я говорю, ну, всё круто, всё, пока. И разбежались. Потом я приехал, уже, ну, там, через полтора месяца я приехал уже с семьёй. Всё, мы уже живём. Я такой, блин, хочу поподробнее узнать про приложение. Говорю, Вадим, расскажи про приложение. Мы с ним встретились, там, ну, вообще легко было. Если ему говоришь, расскажи про приложение, он даже, он мог, я не знаю же, из дома в 2 часа ночи убежать и всё. Просто я был в Сочи, он просто приехал, говорит, поехали, мне нужно 10 минут. Он просто установил меня на телефон, говорит, вот смотри, давай вот представим. Вот сейчас такого уже нет. Естественно, сейчас такого нет, понятное дело. Да, и всё, блин, прикольно, всё, я изучил, классно, я всё осознал, перевёл. Ну, у меня в то время ещё Сургут работал удалённо. Я весь Сургут перевёл на приложение. В Сочи проекты, которые я уже взял. Я же, ну, как бы компанию тоже перевёз, начал масштабироваться. Там тоже всё перевёл на 101. Блин, кайф, всё классно. И потом Вадим такой, слушай, а не хочешь, вот возьми проект, поработай? Я такой думаю, блин, я тут как бы предприниматель, там типа машина, квартира, все дела. И я прорабом пойду? А ты кем должен был быть, прости? У меня-то свой бизнес. Свой бизнес, я же так себя рассматриваю. Ну, блин, там-то есть типа кто-то, кто-то ещё, а тут я сам по себе, как бы есть партнёр, и вот мы там делаем. А тогда Паша уже был? Паша был ещё, да, конечно, ещё до этого. А, всё. Да. Это история уже после Паши? После Паши, да. Всё, окей. Я такой думаю, блин, прикольно. Это когда было? Это вот 19-й год. 19-й год, угу. Такой, блин, классно. А что бы и нет? А давай попробую. И всё, я взял этот проект и как начал пробовать. По факту я… Ну, подожди, стоп, твоё Trello — это операционный менеджмент, ну, там, грубо говоря, да? И финучёт. И финучёт, Trello. Конечно, и техкарты, я тебе покажу, хочешь? Ну, покажешь потом, просто не представляю, там, там, задача ставится, какой там финучат. Я его адаптировал, там, махина такая, я тебе старый проект открою, у меня вот есть. Я понял. Ну, хорошо, а 101 уж точно не является операционным менеджментом? Нет, конечно. Ну, то есть абсолютно. Нет, абсолютно нет. А я объединял всё. Я всё объединял. У меня взаимосвязь была с задачами, с оплатами, с покупками материалов. Это всё было в одном. И я начал играться. Один проект. Ну, а я плюс ничего, ну, классно продаю. Классно продаю и понимаю, как команды выстраивать. То есть ты взял один, второй, там, третий и понеслось? У меня уже 14 проектов, весь Сочи работает, всё классно, система налажена, я внедрил всякие эти, там, сейфы, таблички, упаковки, какую-то эту культуру производства, но мне это по кайфу, круто. Тем более, ещё новый город, новая энергия, из тебя прёт, и это вообще кайф. Ну, да. И всё, я команду развил, всё классно. И вот, если бы меня Света Котлукова не пригласила бы на дизайн-конференцию выступить, то, возможно, я бы и дальше попёр. Это дизайн-джок или что это было? Дизайн-конференция? А, всё, я понял. Да, это вот мы там были, я же сидел смотрел. Да, да, да. Потому что ты как раз тебе звонил в тот момент, да. Да. И сейчас ты с чем, то есть всё, это была твоя функция, то есть ты был руководителем проектов? Ну, я был по факту региональным управляющим, который создал… В Сочи. В Сочи, который создал систему с руководителями проектов, которые реализуют проекты в Сочи, именно в Сочи. А, то есть всё-таки ты был региональный… А что такое региональный управляющий в 101? Я сейчас немножко не понял. Ну, это по факту человек, который руководит шестью руководителями проектов и более, от шести и более. То есть в операционном деятельности ремонта он не принимает, ну, какая его функция? Прямое участие он не принимает, но он со стороны смотрит, улучшает процессы. То есть, к примеру, он может отслеживать показатели каждого из руководителей проектов. Я захожу в приложение, понимаю, что у меня 5 руководителей проектов зарабатывают 3000 рублей с метра квадратного в месяц. Да. А 1000. Косяк, косяк. Почему? А что не так? Проанализировал, поправил. То есть он такой, ну, оптимизирует. Он следит за общими показателями, за количеством новых проектов. Города? Города либо региона. А может быть несколько региональных? А если большой город, такой как Москва, то да. Но пока мы справляемся с одним. С одним пока справляетесь, да? Понятно. И? И я увидел микрофон, сцену, я выступил там. Для меня это был новый опыт, потому что я раньше этого не делал. Ну, где-то там в рок-группах поиграть можно было. А какие-то умные вещи говорить на аудиторию. Я выступил. Я получил такой прилив просто энергии. Я так кайфанул. И я получил огромное просто вообще… Я не знаю, ко мне каждый подходил, говорил спасибо, насколько это круто. Все, я кайфанул. И при любой возможности я ходил, выступал. Выступал. Ну, я понимал, для чего это делается. Я понимал, что это не просто для кайфа. Это еще и крутой нетворкинг, это крутые связи. Это огромные плюсы для строительной компании в том числе. То есть это такое развитие бренда. И популяризация бренда, и выстраивание партнерских взаимоотношений. И кайф, который я получаю. Слушай, хорошо. Вот мне покой не дает просто региональный представитель, да, скажем так. Я что-то не задумывался просто про это. А у него какая мотивация? 15% от прибыли. 15% от прибыли региона. Да. Всего. Ну, если эти руководители проектов у него находятся, то да. Как это понять, у него находится? То есть, ну, немножко не понимаю. Вот, допустим, я пришел в 101 работать, да, ну, грубо говоря, в городе Москва. Да. И, ну, у меня все налажено, все такое. И тут какой-то Паша, ну, грубо говоря. Нет, так не бывает. Или какой-то этот... Это бывает такое, что кто-то из них становится региональным управляющим. Ну, то есть, подожди, вот конкретно в Москве же Богдан, правильно? Да, все верно. Так вот, получается, Богдан приходит ко мне на объект и говорит, руви им, короче, что-то тут у тебя, короче, ну, вот не так. Или такого не может быть. Ты как руководитель проектов? Я РПшник, да. Ну, вот руководитель проекта, да, я взял проект. Богдан приходит просто молча, он может, конечно, заехать. Он может заехать, сказать, какого хера вообще. Ну, для этого есть технодзор, то есть, ну, но при этом он может это сделать. Так, и у него, короче, мотивация, она прописана 15% от маржи от всех абсолютно проектов. Да. Неплохая должность, я тебе хочу сказать, прям вообще неплохая. Да. Окей. Она снижается до 12,5%, ну, там сложные есть составляющие, вариативные, но в целом, да, то есть это 15%. Окей. Нет, у нас есть Богдан, извини, мы сейчас дойдем. Не-не-не-не, мы сейчас дойдем, я не собирался, пока. Пока. Вот, да. Поехали дальше. И ты стал кем? А какая у тебя мотивация? Слушай, вот здесь как-то самое интересное было. Ну, то есть как вот, что я типа, ты, то есть, давай так, как твоя должность сейчас, что? Как она называется? Да. Вот это вот, знаешь, какой-то как котопес, потому что я везде по чуть-чуть. Вот, реально, котопес, потому что, то есть, ну, в каждом направлении есть по чуть-чуть, ну, и плюс я не привязываюсь к такому, что… Нет, вот твоя функция, ты что делаешь сейчас? Сейчас. То есть ты был руководителем проектов, выступил, вот я постанить потерял. Я был региональным управляющим, выступил, и в дальнейшем я понял, что я хочу развиваться в этом направлении. И роль регионального управляющего я убрал. 14 объектов, это у тебя был, ты был региональный управляющий, то есть в этот момент, это были не твои проекты, да? Мои проекты, мои проекты, на которых я ставил людей. Подожди, ставил руководителей проектов? Ну, это были мои помощники, которые вырастали в руководителях. Ну, они были руководители, просто понимаешь, кто такой руководитель проекта? У него у вас описаны же функции? Да, конечно. Вот, ну, то есть это человек, который встречается со всеми там подрядчиками, которые встречаются с заказчиком. Ну, тогда они не были описаны на тот момент. Ну, окей, ладно, хорошо, тем не менее. Ну, то есть, грубо говоря, ты в операционной штуке не смотрел. Участвую по максимуму. Я только буквально пару дней назад завершил последний проект. Ну да, они же долго во времени идут. Только вот недавно я завершил последний проект. Да, конечно, я участвую. Но при этом какие-то ежедневные функции я возлагаю на руководителя проекта. Тогда это были мои помощники, я их так называл. Тогда не было даже такого названия руководитель проекта. Мы их называли менеджеры проектов. И, соответственно, они вырастают. Они вырастают в самостоятельных руководителей проектов. Это большая именно работа, то есть именно воспитать их. И я вот как раз их и воспитывал. И они вырастали в самостоятельных РПшников. Мне так нравится, как наша сфера развивается. И ты стал теперь кем? И я стал кем. То есть мы это пытались называть, как-то назвать, потому что меня тоже волновал этот вопрос. Но мы называли это бренд-менеджером. То есть человек, который развивает бренд. То есть это всевозможные выступления, мероприятия. То есть я стал вовлекаться в них. Плюс… Ну ты серьезно понимаешь, лицо компании – это серьезная такая… Это не просто так. Ну как бы прям не просто так. Ну на мой взгляд, да? Ну вообще да. Да, это практически то, что себя ассоциирует с этой компанией. Ты понимаешь важность вот этого человека? Окей. Вот это одно из. А в рамках, допустим… И какая мотивация? Да никакой. В смысле никакой? Я просто кайфую от этого и делаю. Ты вспомни игру «Князья и капуста». Я понял, да. Вот тогда я осознал этот момент. То есть у тебя нет ни опциона, ничего. То есть ты, по сути, лицо компании, которые просто труппы топят за идеологию. Да. Без зарплаты. Да. То есть ты сейчас работаешь без зарплаты в 101? Да. Вадим, это что… Мне сейчас обманывать или что? Я не пойму, на камеру. Ладно. Единственное, что мы включили. Мы включили не так давно, когда этот вопрос вообще просто поднимался, что мы можем компенсировать, допустим, хотя бы авиабилеты и проживание. И кормить тебя будут? Нет. Не будут, да? Я сейчас реально не понимаю. Вот подожди, до этого у меня картинка билась. Вот сейчас она вообще наглухо порвана. То есть получается. Но у меня есть свой доход. Какой свой доход? Ну от инвестиций. В некоторых проектах я выполняю функцию отдела продаж и получаю как человек, который привел проект. Ну я понимаю, да, все-таки я понял. Да, как привел проект. И когда у меня, ну, когда у меня есть деньги, то есть, ну, блин, я делаю то, что мне нравится, не из-за денег. Это факт, но тем не менее. Все, я осознаю важность, я осознаю пользу, которую я приношу и себе в том числе, и компании. И занимаюсь вот как бы в кайф. Интересно. Я даже, даже, я сейчас немножко, я ожидал любого ответа, любого, опцион, что-то еще. Ты знаешь, что такое опцион? Нет, у меня нет привязки к проценту. Нет, я имею в виду, ну, там, по достижению определенного результата ты получаешь что-то. А как ты отмеришь этот результат? Легко. Оборотом. Количеством объектов. Количеством, не знаю, отметок в Инстаграме. Количеством сотрудников. Количеством отметок в Инстаграм, окей, есть. Хорошо, количеством сотрудников компании, количеством объектов, количеством прибыли, количеством вау. Но это ведь не только заслуга бренд-менеджера. Но есть, подожди. Вот смотри, ты привлекаешь качественно другую аудиторию. Ты же понимаешь, что если бы вы просто лили бы лидогенерацию куда-то в Авито, к вам бы приходили работники. Вы бы с ними работали. Мы бы офигели. Вы бы просто охренели. То есть ты привлекаешь качественные мозги в компанию. Да. Суперважно. То есть ты и чар, по сути. В том числе. Ну, как бы, а как? Ну, то есть ты понимаешь, задача Академии, на мой взгляд, извини, задача Академии, на мой взгляд, ну, то есть перебей меня, если это не так, найти самых лучших и задать себе. Ну, дураком не надо быть. Все верно. И получается, как бы, ну, ты же не один видишь. Давай про Академию чуть-чуть. Давай. То есть, ну, смотри. Раз мы уже перескочили свои дожди, я понял, ты альтруист, короче, охренеть. Слушай, это было четко. Это жесть. Я рассказываю. В общем, мы с Денисом попали в… Лагерь. Да, кэмп, лагерь для взрослых. Не подумайте, не вот то, что вы сейчас подумали, короче, вот. Мы попали в лагерь для взрослых. И там была игра такая бизнесовая, называлась «Царь капуста», да, или что? Князья «Царь капуста», да. Князья «Царь капуста», такая. И мы с ним попали в самую низшую касту крестьян. Я такой думаю, блин, косяк, самый серьезный соперник со мной. Думаю, там Кодолов где-то еще, короче, еще. Ну, вот это все, вся наша инфо-цыганская, короче, братья. Вот. Мы там, короче, были. И я думаю, ладно, такой Рома там еще у нас был царем. И я думаю, блин, писец, короче, как бы. Самый жесткий. Я уже продумал, как нужно договариваться с этими, как их? С землевладельниками. И, в общем, и тут проходит один раунд, второй раунд. И я смотрю, короче, Дэна нет. И я уже вижу, что, короче, у других, короче, этих самых крестьян, разлад вообще полный. Думаю, ништяк. Все, ну, я там так и стал самым богатым, короче, этим самым. Но не суть. И Дэн переметнулся на, типа, выше куда-то там, в управленческую дону. Меня забрали. Да, да, да. В общем, а по итогу задача простая игры. Задача игры была заработать деньги, короче. Просто у тебя в кармане должно было на конец игры оказаться деньги, какое-то количество, короче. Кто больше, то ты молодец. Кто больше, то ты молодец, да. И, в конце концов, среди крестьян у меня было больше, даже больше, чем у некоторых этих самых, ну, кто выше там был. А у Дэна было ноль. Причем он был нашим, он был помощником кого? Я был помощником как раз князя. Что-то такое. Ну, вот этого самого главного. В общем, Дэн отработал всю игру за респект. За какой респект? Меня все возненавидели, меня хотели убить. Да. У меня не было ни копейки, мне вообще хотели напихать там вот так вот прям. Так это суть в том, что... А я старался. А ты старался, я видел. А я старался. И вот все показало. И я такой, твою же мать. Что за игра такая? Я теперь понял, почему тебя вставил. Я еще не думал, что ты такой ходишь, такой поникший. Теперь я понял. Слушай, ну окей, сейчас чувствую, подкаст будет ключевой, его посмотрят же, руководство. Ладно. Все, да, то есть помимо стройки у нас есть образование. Давай так, академия, да, окей. Не только академия. То есть я по факту, то есть смотри, у меня мое направление... Вот мы сейчас возвращаемся к тому, что получают люди, придя в 101. То есть что получает, скажем так, человек, который, неважно, на роль управленца приходит или на роль мастера. У него же есть привилегии какие-то. Привилегии? Ну, помимо комьюнити. Мы комьюнити уже разобрали. Да, окей, все круто, быть частью чего-то. Согласен полностью. Всегда нужно быть частью чего-то. Из привилегий, которые можно потрогать, он получает гарантированную своевременную оплату труда. Но это не так, как все говорят, но это по факту. То есть у нас фиксированные цены для мастеров. Даже если мастер придет, который хочет получить 500 рублей за укладку плитки, он получит там стабильно 800, как написано в прайсе. Фиксированная цена для мастеров по твердому прайсу. Да. То есть у вас есть прайс-лист, который зафиксирован, зафиксирован, ведь в разных городе разный прайс, то есть не может быть в каждом городе одинаковый. Есть регионы, которые отличаются, но в основном одинаково. То есть цена в… Цена в Сочи и Москве одинаковая. Цена в Сочи и Москве. Окей, в Сочи и Москве, я согласен. А в Воронеже и в Ростове? Ну, у нас таких городов нет, но я просто понял. То есть на данный момент… Есть отличные прайсы, да. Но мы это, знаешь, как делаем? Просто я вот понимаю, как устроена внутренняя иерархия 101, да? И я не понимаю, как мне сделать, кроме каких-то коэффициентов, скажем так. Коэффициент, наценка. И то в плюс, наценка. А в минус как ты сделаешь? А зачем тебе делать в минус? Ну, если у тебя простое что-нибудь там. Ну, блин. Типа кэш 0,8 там. Здесь же какая история? То есть, ну, почему мастер должен зарабатывать меньше? Не-не-не, секундочку. Ну, вот если в городе, скажем так, допустим, вот есть Москва и вся Россия, понятно. Хорошо с ним Сочи, окей, потому что там делают либо москвичи, либо те, кто еще круче, чем москвичи. Вот. Понимаешь, да? Вот смотри. Окей, это богатый рынок. Хотя и то. Чем в Москве… Сегмент. Нет, давай. Чем в Москве отличается работа мастера? В чем она сложнее? Логистика. Вот. Это есть усложняющий коэффициент? Это усложняющий коэффициент, это значит. Есть, что еще у нас есть? Труднодоступность на объекты, на Москва-Сити. Ну, логистика, не только Москва-Сити, да. То есть, мы это можем описать коэффициентами. Да. Но при этом базовая стоимость… Базовая стоимость одна. И в Самаре, и в Москве одинаковая. То, про что я говорил. Молодцы, я понял. Да. Да, я это уже описывал. Все, я понял, по какому принципу идете. У вас твердый прайс. Да. То есть, вы согласованы между всеми руководителями… Да. Как это уже назвать? Дивизионов, хотел сказать. Руководителями… Между всеми управленцами. Я понял. Да. Есть прайс согласованный. Какого поменять? Любой. Ну, он только это согласовывается, и все. Он говорит, я предлагаю сделать заусовку плитки 2000 рублей за метр погонный. Потому что… Все. Если всем нравится, меняем. То есть, должно пройти, дойти до кого-то… До обсуждения. До обсуждения. Все. У вас встреча, да? Телеграммчик. Телеграммчик. Ну, помимо этого, он еще получает, ну, если говорить, плюшки. Такие плюшки, типа, как там… Ну, подарок на Новый год. Он получает компенсацию 30% за покупку рабочей одежды. Любой. То есть, если я хотел купить себе штаны за 10 тысяч, я их куплю за 7? Да. Супер. И 2%… Это если я линейный сотрудник, да? Да. Плюс ты получаешь как линейный сотрудник 2% от своей прибыли. Понравилось, да, линейный сотрудник? Я даже где-то его написал. Оно уже приедается, да? Оно уже даже приедается, видишь? Потому что я по-другому даже назвать уже не могу. Ну, это как с руководителем проектов. То есть, я подумал, подумал, вот оно. Оно пришло, само собой. Я смотрю, уже все такие… Прикольно, да? Пошло это все. Придумывать фразы, а потом слышать их в обиходе. Руководитель проекта. Мы просто так прикололись. Мы хотели, чтобы человек почувствовал себя руководителем, поэтому сказали руководитель проекта. Ну, по факту, так оно и должно быть. Да. Ну, он кайфанул. Все кайфанули, все пользуются. Все, ладно, подожди, мы пошли. Давай дальше. Да. То есть, он получает штаны со скидкой. На распродаже. На распродаже что еще? Он получает заботу. Он получает заботу, он получает каждый проект, на котором он реализует себя, максимально укомплектованным в рамках культуры производства. У вас есть общая система закупок, хотя бы материалов? Нет. Он сам заморачивается. У кого-то есть внутренние отделы. А ведь если 160 объектов, вдумайся, какая это может быть, ну, типа, сильная компания. Да. Нет такого человека, пока его нет, который возьмет на себя эту задачу. Чтобы снабжать все объекты 101. Чтобы сделать систему, которая будет снабжать все объекты. У вас, получается, вот вы на академии учите управленческим навыкам, правильно? Что такое? Мы перебегаем на академию. Давай перебегаем на академию, потому что мы сейчас будем долго мучить, что еще получать. Я уже понял, что штаны, короче, и этот самый, не особо много, если честно. Ну, и комьюнити самое главное, самое важное. Мы не хотим раскидываться с этими плюшками, бонушками, инструмент дарить не собираемся. Нет, нельзя дарить инструмент. 13-я зарплата есть, все хорошо. 13-я зарплата? 2% от прибыли в год получает мастер себе на день рождения. Секундочку, сейчас еще раз не понял. 2%? 2% от годовой прибыли, которую он принес, он получает себе на день рождения. А, у вас есть такая статистика? Вы ее просто на калькуляторе фигачите? Я зашел в приложение, посмотрел, сколько он заработал. Да, ну и 2% бахнул, да? И из этой суммы 2% ему перевел. Прикольно. Ну, это если он год отработал. А, вот такое условие. Конечно. Красивая мотивация. Ну, в принципе, неплохая. Ну, нафига мне нужны. Ну, зачем мне люди, которые на месяц приходят? Ну, согласен, абсолютно. Прикольно. Интересный инструмент, надо себе записать. Интересно. Ему приятно. Я думаю, да. 2% это нормально. Это прям хорошо. Ну, это можно очень крутой инструмент взять. Это прям очень крутой. Да даже если среднестатическая зарплата сотка, все равно. Да. Вот. То есть смотри, стройка. Есть стройка, есть выступление, а есть отдел образования. Вот по факту я сейчас прокачиваю отдел образования, помимо этого всего. Академия – это только малая часть отдела образования. Академия, она у нас вообще первая была, 30 тысяч рублей она стоила. И то мы ее сделали за 30 тысяч рублей, потому что они не хотели делать ее бесплатно. Это просто ребята захотели к нам приехать, посмотреть, как мы работаем. И это все переросло именно в большую систему. Я просто, ну, когда поступал на дизайнера учиться, так получилось, что это был педагогический факультет. И, короче, я случайно научился учить. Все. Я сделал методологию. Мы проработали программу в рамках этой академии. С каждым годом, ой, с каким годом? С каждым потоком улучшаем, 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 улучшаем. Все равно основной продукт академии – это управленческие навыки. То есть… Нет. А что? Основной продукт академии – это перепрошивка мозга, чтобы человек мог по-другому смотреть на какие-то очевидные процессы по другим углом. Плюс… Больше ментальная история? Да. То есть академия – это не про инструменты, а про людей. Про людей. Все, я понял. Окей. Вот. Это самое важное. Но помимо этого мы уже даем понимание инструментария управленческого, команды образования всего, культуры производства, финучета… Инструментария управленческая, давай. Вот что такое инструменты управления? Элементы управления? Да. Это наша асана, как она работает. Да. Но при этом мы кнопки не нажимаем, мы показываем принципы и результаты, что это дает, чтобы ценности донести. Ну, финучет мы понимаем, это приложение, команда образования, там нет никакого ПО, мы просто понимаем, как взаимодействовать с людьми и как сделать так, чтобы эти люди находились у тебя в команде и никуда не уходили. Я понял. Как брать их откуда-то новых, чтобы у тебя команда росла. Ты хорошо записал мое выступление, что я рассказывал дальше про управленческий учет? Ну, не вот именно вот эти инструменты. Протоколы, встречи, АПГшки, план-факты. Вы понял, да, про что ты говоришь? Обязательно внедряйте. Это в смысле вы на качество на другой уровень выйдете, мне так кажется. Я в Саргуте еще это все внедрял. Да. С 14 объектами. Без этого вообще никак. Ну, у нас получалось без этого, но мы внедрили и кайфанули. Ну, я от пенельки кайфанул, мне понравилось. Пенелька другое. Это база, которая должна быть везде. Здесь просто видишь, как мы это уже зашили в третью версию, нормальную статистику по компании. Третья версия в Академии? Приложение. Приложение? Да. И весь этот учет, он будет подтягиваться. Ну, а планирование? Планирование, Асана. Вперед. Ну, нет, я имею в виду планирование бюджетов и прочего. Вот этого всего. Ну, PNL что такое? Это же инструмент планирования. Скорее всего, там уже будут дорабатываться. То есть у нас сейчас все усилия туда. Мы не хотим сейчас создавать временное. Зачем? Ну, да. Лучше сделаем. Ну, и тем более все равно эти все отчеты – это ручки. Слушай, есть же такая задача сделать, чтобы 101 не циферки были, а реальные деньги. Она сейчас на какой стадии? Готово. В смысле? Все готово. Сейчас допиливается приложение, выходит, и это будут реальные деньги. Все, готово. А на андроиде ты уже можешь это делать. Подожди, я прям мне просто Вадим говорил мне год назад еще или даже два, что типа вот мы планируем, планируем и делаем, делаем. То есть в 3.0, да, выйдет уже, короче, эта история в базе. То есть если я захочу, у меня там будут реальные деньги сразу. Да, у тебя будет расчетный счет привязан. Все по белому. Все по белому. То есть мы, короче, переходим к тому, что прям все-все по белому. А как я должен, то есть я должен буду… Нет, хочешь, подключай один объект в черный, а один в белый. То есть я должен буду прийти к клиенту и сказать, заплати мне на расчетный счет. Нет. Либо сам себе положить на расчетный счет. Клиент, когда регистрируется в приложении, у него оформляется счет в точке. Прямо вот так? Да. То есть подключается менеджер, он оформляет этот счет, на этом счету замораживаются денежки его. Это хрененная тема. И какая комиссия? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не влазил в эти вопросы. Ну это прям, это качественно другой уровень. Ой, третья версия вообще взорвет. Это другой продукт, это другой инструмент. Ну и там будет бесконечная вложенность. Такая, что если ты у меня работаешь мастером, я тебе плачу деньги за работу, а у тебя еще пять подмастерий, ты внутри своей компании делаешь свое распределение финансов. Ну да. И они могут дальше распределять, брат, сват, и понеслось. И вот это бесконечно. Такая будет большая социальная сеть. Прикольно. Такая будет вестись автоматическая интеллектуальная статистика. Тебя как подрядчика. И ты… Сейчас я понял. Для тех, кто не понял, что происходит, то есть 101… Сейчас на данный момент мы видим там финансы, да, это цифрыки-нолики. Они очень суперудобные, ну то есть факт. То есть это суперудобно. Ты всегда понимаешь, сколько кому-то денег дал. Ты всегда понимаешь, где сколько, да. Но есть большая проблема, что человеческий фактор никто не отменял. И крайне сложно бывает забрать деньги физически, да, то есть, но если клиент поставил деньги, то есть, ну, грубо говоря, по приложению у тебя все хорошо, ну, то есть, грубо говоря, ты в хорошем плюсе, там все такое. А по факту ты в минусе, потому что это цифрыки-нолики. Цифрыки-нолики еще нужно забрать у клиента. Мы это называем 101 коины. 101 коины, стопудобно. Вот 101 коины, да, это как бы все клево. А сейчас ребята делают такую штуку, когда нужно будет физически деньги положить на счет в точку. Короче, давай, это будет сейчас такой, ну, небольшой спойлер. Да, давай, это будет небольшой спойлер, да. То есть смотри, ты заключаешь договор с заказчиком. Он оформляет юридический счет в банке. На этом банке замораживается сумма. Да. Ты так же, как и раньше, отчитываешься в приложении за выполненную работу, к примеру. Работа сделана. Заказчику приходит уведомление. Уведомление его о готовности, ну, сдать работу, принять работу. Все. С этого момента начинает идти таймер. Три дня. За эти три дня он должен либо отказаться от подписания, либо подписать. Если он не подписал, то деньги списываются автоматически, потому что это юридически правильно. А если он отказался? Ну, это как в акте. Отказался по причине. Такой-то, такой-то. Объемы не соответствуют действительности. Прошу перепроверить. Да. Тогда можно. И еще раз отказался. Так это же как с актом. Это превращается в вечность. Работа, если не принимается, ты… То есть деньги вечно висят там. И деньги клиента, он уже заплатил. Он не может их снять. Он не может их снять. Но и ты не можешь получить. Да. То есть если он прямо уперся. А вот теперь самое важное. Да. Вот вспоминай распределение прибыли, как у тебя там мастер получает, отдел продаж, ты, ну и так далее. В момент, когда заказчик подписывает счет, принимает его, деньги с этого счета снимаются. И автоматически рассеиваются по всем. Да, это я понимаю, это логично. А теперь осознай момент. Раньше ты получал 100 миллионов оборотки на счет, из них было 20 твоих. Это цифры просто из воздуха. А сейчас ты будешь получать не 100 миллионов, а 20 миллионов оборотки. И сколько ты будешь платить налога? Ты будешь платить налог не со 100 миллионов, а с 20. Сколько, неважно. Но суть в том, что это будет уже другая статья расходов. Ну да, до РПшника будет работать идеально. Ниже все жопа. Почему? Потому что люди неосознаны дальше. Линейные сотрудники, что у них, будут расчетные счета? Нет, он как физик получает себе на карту его обязанность. Автоматически? Конечно. То есть подожди, а что тогда мешает верхнему на карту получать? Потому что это невыгодно. Если ты получишь на карту, ты пойдешь 13 НДФЛ платить. Вот именно, да. Но ты как руководитель объясняешь, хотите просто на карту, платите 13. А, то есть если, грубо говоря, 1000 рублей будет стоить плитка, то нужно будет 13% заплатить налогу плиточника. А иначе можешь с нами не работать. Нет, неважно вообще. Его налоговая хлопнет. Ну не хлопнет, сейчас же не хлопает. Ну сейчас нет, потом да. Но наша задача предупредить. Прикольно. А дальше как бы каждый сам в ответе за свои финансы. Слушай, ну это кажется на другой уровень клиентов. Вы просто уйдете в такой сегмент, такой чисто белый и все такое. Так все уйдут. Да, я безусловно. Пройдет время, все уйдут и критерии, ну как бы возможно это будет звучать громко, но будут выбирать подрядчика по особым критериям. Работают в белую, пользуются приложением и что-то еще будет однозначно. Ну придет это время. Я знаю, что тебе будет климо после этого подкаста. Ты теперь будешь Дэн 101 100 пудов, короче. То есть вот прям все точно. Так, ну про франшизу мы, короче, опускаем вопросы. Ну я максимально подробно ответил, я думаю там… 101 не франшиза, но договоры на себя не заключают. То есть все. Но по факту идеолог. Ответственность мы берем, вот смотри. Не, ну как ты делал, секундочку, посмотри. Сейчас что-то случилось, что-то случилось на объекте. И РПшник, который на себя заключил договор, да, грубо говоря, вот он взял миллион рублей или два и свалил нахер чертовой бабушке. Вот. Его ищут, но типа договор же подряд заключается. 101 там играет роль как приложение, грубо говоря. 101 там вообще не играет роли. Вообще никакой. То есть в договоре вообще никакой не играет роли. Юридического лица 101 там нет. Там есть лицо, ИП, руководитель проекта. Но при этом, смотри. А если мы говорим про ответственность, где он оступился на проекте? Да. То за юридическую ответственность руководитель проекта получает 10% от прибыли. Вот. Минус – это та же прибыль, но только со знаком минус. Это убыток. Естественно, та же прибыль, со знаком минус. И она делится в обратном порядке то же самое. То есть и то, что получали собственники, основатели компании, они также получают и минус в этом же размере. Не, это логично, я все понимаю. А если какой-то нон-стоп случается, вот такой ЧП, когда там просто человек кидает, ну это тоже косяк основательный. Такое бывало? Нет. Не бывало? Нет. То есть не было ни одного объекта, где… Не было такого, что просто брали и убегали там с деньгами в руках. Нет. Ну, я уверен, что косяки были, но не может быть что-то не было косяков. Да, дофига. Да. Очень много. Да. Но это все, ну, честно, справедливо. То есть просто распределяется убыток так же, как и прибыль. Как и прибыль, да. Все верно. Все то же самое. А если этот человек, кто-то в цепочке не согласен? Такого не может быть. Это конституция. Он когда заходит на объект, он… Он говорит, все, я увольняюсь. Знаешь, как этот самый, у меня чип плитку резал, короче, насквозь, порезал 4 или 5 плиток, там, дорогущих, насквозь, прикинь. И я совершенно прохожу, так смотрю, короче, просто, ну, он говорит, я увольняюсь. Вы меня достали, я увольняюсь. Ну, типа, блядь, там плитки убиты, короче, просто, ну, вот, просто, да, прикинь, короче, ну, вот, я увольняюсь, вы меня достали. Просто тупо стоял болгаркой, делал. Ну, а здесь вопрос в тебе, как в руководителе, как ты допустил такого человека, как ты не распознал его. Вот, естественно, я, как бы, накупил это все сам. Да, конечно. Мы так же делаем. То есть, если вдруг случаются такие тупники, ну, это мы виноваты. Ну, блин, сложно. А когда у тебя 160 объектов… Обучить всех руководителей проектов, чтобы они понимали, как взаимодействовать с людьми? Ну, типа того. Сложно, но возможно. Окей, так, ну, ладно, все, 101 не франшиза. Все, договорились. Все, поехали, не это самое. Инженерного отдела нету. Что ты подразумеваешь под инженерным отделом? Здесь написано. Есть отдел и есть 101 инженерный отдел. Нету, потому что я не знаю, что это такое. Ну, что подразумевается? В контексте не понимаю. Ну, на мой взгляд, это 160 объектов. Прикинь, как можно на них щиты просто делать, там, сантехнику, электрику, что-то еще. Ну, то есть, грубо говоря… Можно поставить цех по сборке щитов. Можно делать… На 160 объектов можно что угодно сделать. Комплектация 160 объектов. Комплектацию делаем. Комплектацию сейчас делаете. Да. Ну, не на всех 160 проектах. Иногда там есть дизайнеры, которые работают с нами. А что такое комплектация? Комплектация – это чистовые материалы. Чистовые материалы. Чистовые. А мы говорим, допустим, я говорю про инженерное дело, ты представляешь себе? Нет, нет, нет пока такого человека. Я понимаю, о чем ты говоришь. У меня это в голове есть, но ресурса нет именно человеческого. Все, я понял. Хорошо, поехали дальше. Сколько стоит Академия? Академия сейчас стоит 135 тысяч рублей. 12 сентября будет стоить 180. Динамическая цена. И мы получаем возможность участия в Академии. Ни перелетов, ни проживания, ни питания, ничего. Мы получаем участие в Академии. За 135 тысяч сейчас? Ну, там от 120 до 180 сейчас уже 135 стоит. До 20 числа. А у вас она прям вот раз в два месяца, да, или как? Ну, в два, в два с половиной. Раз в два с половиной месяца. Ну, эта Академия будет крутая. Сколько человек? Сейчас 14. Ну, как обычно, все в последний вагон залетают. Но мы ограничиваем. Ну, да, уже все, да. Не более 30 человек, это максимум. 30 человек, это уже много. С учетом всех. Не только именно академиков. Ну, еще спикеры, халявщики и всякое такое. Вот, и как бы, ну, и мы начинаем в мой день рождения. Нормально, классно. Да, и тусанем, и кайфанем, и пообучаемся. Я понял, все, ладно. Что входит в Академию? Мы так вот, ментальные знания. В Академию входит, а я не это, не смогу даже объяснить. В Академию входит, но ты получаешь новую версию самого себя, и ты понимаешь, как устроена наша компания изнутри. Ты попадаешь в компанию, ты встраиваешься в нее во все процессы, можешь все потрогать, пощупать и получить ответы на все свои вопросы. То есть, слушай… Короче, приложение мы там не внедряем. Снова смотри, короче, вот есть негативы, все равно. Типа, почему 101 не заключает на себя договоры? Потому что мы хотим, чтобы руководитель проекта понимал больше принадлежности себя к компании, раз, больше ответственности. Вот ответственность я согласен. Если наоборот, то он будет работать на нас, а не работать с нами. Наша задача сделать так, чтобы он развивался безлимитно, как компания внутри компании, понимаешь? Чтобы у него не было рамок, чтобы он мог… У него нет вообще ограничений. Вот что хочешь, что и делай. Ну, то есть, по сути, привязка является больше этой вот как раз-таки ментальной историей. То есть, она не бумажная. То есть, ничего ему не… Ну, то есть, вот эти, как сказать, коины, да, ничего ему не позволяет эти 101 коины не переводить вам. Ну, то есть, в принципе, вы на него и в суд даже подать не сможете. Ну, в смысле, как бы, ну, я вам не хочу платить. И все. Да, вот такое, ну, теоретически такое может быть. Я понял. Были случаи? Ты говоришь, один человек такой ушел. А почему ушел? Один человек реально ушел из РПшников? Он, знаешь, почему ушел? Почему? Он посчитал, и в голове такой, блин, я не хочу вам отдавать… Не помню, какую модель машины назвал. Ну, типа, прибыль соразмерная автомобилю. Ну, типа, я не хочу вам отдавать новую бэху. То есть, он решил сам сделать этот объект этот. А, один объект? Да, это все было из одного объекта. Всего лишь. Ну, вот идеология плохо сработала. Ну, это мнаш косяк. И сто годов он его не закончил, да, этот объект? Не знаешь, что там дышит? Я даже не анализирую. То есть, суть в том, что да, он договор заключил на себя, все правильно. Реализовал его, скорее всего. Может, и нет. Но это человек… А получил договор откуда? Сам привел или не помню? Не помню. А, не-не, от нас, от нас, от нас был проект «Дом». Точно. Ладно, не буду спрашивать, какой город. А Индире, вот, 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 вот. Мясо пошло, мясо. Нет, не-не, почему вы… Мой любимый вопрос. Все, поехали. Сейчас я разберусь. Сейчас мы разберемся и так. Почему вы не считаете сметы? Что это за фон вообще такой? Да потому что их невозможно посчитать. Почему невозможно? Ну, потому что не существует этих проектов, а если их создавать… То есть вы начинаете всегда проект без сметы? Да. То есть, подожди, вы начинаете, даже предварительную не делаете? У нас, смотри, нам предварительный расчет незачем делать, но мы основываемся на опыте предыдущих реализованных проектов. Суть примерно одна и та же. Ну, помнишь, ты мне приводил пример про бутылку? Темная бутылка с жидкостью и вот светлая, да, вот понятная, ясная, да? И человек выбирает светлую и ясную. Да. Ну, а светлая и ясная – это и есть, грубо говоря, смета. Там плавал, конечно, смета. Ну, не только смета, со всеми… Ну, то есть, если мы говорим про смету, именно про смету, должно быть инженерный проект и так далее. Понятное дело, что это суперудеальный. А где они есть? Вот, вот именно. Ну, нету сейчас. Окей, смотри, я смету с удовольствием посчитаю, когда у меня будет полный пакет документации. Смотри, если у тебя нет сметы, как ты можешь ему сроки гарантировать, хоть какие-нибудь? На основании каких, на основании чего? То есть, на основании чего? Вот такого же пальца? Я знаю, что шесть месяцев делается. А так оно и есть. А ты как сможешь гарантировать сроки, имея смету? Если мы смету посчитаем прям… Если мы смету посчитаем прям… И у тебя будут работать роботы? И электричество, они будут выключаться? Да, я согласен. Но, по крайней мере, поэтому ты можешь построить график. То есть, ты можешь построить график, если у тебя… Окей, давай. А ты сможешь построить график и не изменять его? Нет. Да нахера ты этого устроишь? Для чего? Ты же не сможешь… Я знаю, нахера, это был просто вопрос. Давай. Даже можно без ответа. Но суть в том, что, блин, все эти графики, все эти сметы, они позволяют просто держать такую большую дисциплину. Сложно продать человеку без сметы. Хорошо. Ты можешь добавить… Смотри, смета с метами, что-то случилось сложное на объекте, ты просто кэф вводишь, ты говоришь, что вот есть коэффициент, и там мы можем ошибиться вот здесь, вот здесь. Но все равно вы тогда как бы перед человеком… Понятное дело, если мы говорим про суперсложное что-то… Ремонт – это сложно, отделка? Ремонт – это максимально сложно. Это пипец как сложно. Ремонт – это не то, что максимально, я бы даже сказал. Это огромное количество задач. Огромное. И если взять какую-то монозадачу, я дам срок и дам сцену. А если у тебя вот есть несколько людей, которые выполняют монозадачу, ты их просто потом чик… Ну так не работает, просто чик. Ну работает, ну примерно. В моих мечтах работает. Я мечтаю считать сметы, я мечтаю, чтобы были все проекты. Почему вы не делаете смету? Потому что она врет, эта смета. Потому что она не показывает реальный результат. Что в договоре написано? В договоре есть протокол договорной цены. И будет максимально честно, если мы зафиксируем за единицу измерения. Вот ты на заправку приезжаешь, ты платишь за бензин? Плачу. А я могу рассчитать, сколько тебе литров, исходя из твоего расхода, нужно, чтобы доехать до Сочи? Сложно. Почему сложно? Ну теоретически. Ну я же могу. Ты мне дашь проект наклона ветра, дороги, ямки. Сможешь? Хороший пример. Сможешь? Но такая задача не стоит. Ну, скорее всего, я тебя обману. Такая задача не стоит, да. Я тебя обману. Да. И скажу, ну тебе 40 литров хватит. Ну у тебя больше не в месяц, наверное. Да. Ну, а здесь я говорю, слушай, 40 рублей за литр берешь? Ты такой, блин, ты вроде везде 40. Да, беру. Все классно, справедливо, честно. Окей, окей. Ну я считаю, что смета нужна, но ты меня убедил. Пока что невозможно. Все, я понял. Ну вообще, теоретически, ну это логично. Теоретически возможно, но время еще не настало. Можете объяснить феномен высокотехнологичной компании, где исполнители ищут решения на стороне, а не у себя в компании? Это не феномен. Это исполнители-красавцы. Как они могут искать решения у себя в компании, если они хотят развиваться? Все решения, которые находятся внутри компании, они и улучшаются за счет того, что он ищет их на стороне. Это, видимо, линейный работник. Так линейные рабочие, они должны подсматривать к другим компаниям, к другим мастерам, общаться между собой. Это круто. Это так и должно быть. Это не что-то плохое. Ну то есть, все, я понял. Ну это круто. Сколько времени нужно, чтобы освоить программу? Хороший, кстати, вопрос. Сколько времени нужно, чтобы освоить 101? 7 часов. 7 рабочих часов. 7 рабочих часов. Академических часов. Смотри, мы сделали методологию как раз обучения в программе. Да. У нас уходит 7 часов в 2 прихода. А чтобы внедрить? Чтобы внедрить. Нет, нет, нет. Чтобы разобраться, поставить, чтобы внедрить. Ну все зависит от количества людей. Но там уже механическая работа. Копировать, вставить. Плюс работа донести до компании. Для своей команды. Ну мне 2 месяца заняло. Ну ты мало спрашивал, видимо. Ну ведь нет. Меня больше заняло создание прайса, создание статей расходов. Нет, это не внедрение приложения. А что это? Это создание прайса. Это внедрение в компанию. Окей. А если тебе еще нужно будет айфон купить для этого, это тоже получается? Да, тоже внедрение в компанию. Да, хер там было. Нет. Внедрение приложения, это для того, чтобы ты осознал, как им пользоваться. И мог уже сейчас, здесь, сейчас отображать процессы, которые у тебя в компании. Один ты. Один человек 7 часов. Дальше. Правильно, академических? Конечно. Ну а ты представь, нужно передать всем остальным, и идеологию, и прочее, и более того, все внутренние инструменты. Если ты неправильно поставил статью расходов, то есть, ну грубо говоря, если ты неправильно ставил все, у тебя все приложения просто тебе только хуже сделают. Да. Вот, только хуже. Если ты неправильно пользуешься, ну как и все в нашей жизни. Вот, соответственно, нужно научить команду. То есть, 7 часов это очень мало. 7 часов на человека, ты прав. В лучшем случае. На руководителя. Да. Окей. Если не будет заниматься стройкой, то чем? Образование. Слушай, офигенная тема, если честно. Я прямо вот, мне даже не нужно думать. Образование? Образование. Я кайфую. Во-первых, но я чуть-чуть увлекся астрологией, и я понял даже, почему мне это нравится. То есть, мне даже там в рамках астрологических этих разборов мне показали, что есть предрасположенность к этому, ко всему. Плюс я кайфую от того, когда даешь кому-то пользу, и видишь результаты ребят. Я вот смотрю на академиков, которые уезжают с академии, и растут. Ну да, какая ты клевая. Вообще кайф. Вообще кайф. Я просто прям, там такая эйфория. То есть, если бы ты не занимался стройкой и академией, там типа того, ты бы все равно занимался обучением? Мне нравится обучать. Ну и в первую очередь я предприниматель. Которого нет зарплат. Так, ладно. Как Денис и группа 101 относятся к женщинам-прорабам? К женщинам-прорабам? Угу. У вас есть, девчонки-прорабы? Блин, ну давай это выражение сохраним. То есть, ну, просто слово прораб по ушам лезет. Ну, тут написано. Да, я понял, все. Замечательно отношусь. И я очень даже буду рад видеть, если к нам зайдет в команду девушка, которая будет руководителем проектов. Ну, пока такого нет. Девчонки, у вас есть все шансы, пишите Дену. Да, с удовольствием рассмотрим. Хотели бы построить то, о чем будут говорить сотни лет. Пример. Ну, не знаю, можешь не отвечать. Построить? Ну, так фига ли не отвечать. Я хочу построить общество осознанных строителей, которые будем гордиться много-много лет. И через 10 лет это 100% случится. И все-таки, ну, можно будет гордиться строителям в России, именно в России. И я уже вижу, как за три года это все поменялось. То есть, я вижу, что мы это делаем не зря. И это круто. Вот я сейчас хочу, вот я знаю про негативные фоны, про всякие штуки. И вообще, что я хочу сказать, что ребята из 101, конкретно вот верхние там, верхние управленцы, даже не только верхние, вот. Они, факт, уже меняют индустрию стройки в России. У каждого свой путь и прочее, прочее. Но это прям вот респект 100%. То есть, это действительно есть. И именно конкретно вот этот Excel для строителей, это просто круто. И сейчас этот Excel для строителей становится просто вот агрегатором. Я даже не знаю. Вот если в натуре будет вот эта третья версия, в которой деньги будут деньгами, это качественно, это вообще другое приложение. Это все, это другая история. И, кстати, у вас, ну, упадет сразу же количество пользователей 100 пудов, но вы получите прям клевых-клевых. Но я всегда говорю, лучше не 100 тысяч, а бы каких. Ну да. А 2000 тех самых. Да, да, да. Это лучше всего. Прикольно, прикольно. Так, что еще у нас тут есть? Совпоминающаяся история с бизнесом, где нужно было проявлять себя как психолог. Так, каждый день, блин, ты прикалываешься. Я каждый, каждый день я это делаю. Ему тут с Кодиловым разговаривали, он сидел на твоем месте, и он рассказывал, как он там ходит к психологу и прочее. У тебя такая же фигня или нет? У меня больше, знаешь, как, я сам, ну, общаюсь с психологами, но у меня нет моего какого-то штатного психолога. То есть не приходишь, на стульчик не садишься такой, выдохнули, погнали. Нет, нет, нет. А еще не дошел до этой стадии? Нет, я общался с психологами, но как-то, блин. Ну, вообще, на самом деле… Легко, но это очень крутая штука. Если ты управленец, то психология – это, ну, важная такая история. Я больше играю роль психолога в коллективе. Ну, какой случай был? Хорошо, какой случай был? Тут тверд написано, какой был в Сочи? Случай был такой. Я взял руководителя проектов в команду в Сочи. И человек, ну, классный спец, у него очень крутые знания по реализации проектов, но при этом у него иногда вот его волнами, знаешь, нахлынивает. И внимания нет, и все не то, все плохо. Плюс семья давит, в семье плохо. И мне приходилось чуть ли не наш там… Ну, не чуть ли, а мы встречались ночью на парковке. Я вместо того, чтобы с женой там проводить время, я вместе с ним на парковке возвращал его в эмоциональное состояние, чтобы не пострадал ни он, ни его жена, ни объекты. И это я делал с периодичностью, с постоянной. А сейчас что с этим человеком? А сейчас с этим человеком я тебя обманул. Оказывается, их двое. Сейчас он покинул команду. А из этого следует что? Спасание утопающих? Не-не-не. Из этого следует то, что нужно улучшить фильтр людей на вход, максимально их улучшить. И сделать так, чтобы в команду попадали только лучшие люди. Только лучшие люди. Ну да. Ну это по принципу гораздо легче ускорять бегущего. Много энергии, да, гораздо легче ускорять бегущего, чем вот кого-то растающего там пытаться. Да, это прям очень так не работает. Окей. Ну такие случаи были. То есть случай был, когда ты разговаривал с чуваком на парковке. Ну не то, что разговаривал. Ну я понял, понял, да. Как начать карьеру управленца? Вот это поинтереснее вопрос. Как начать карьеру управленца? Как из мастера перейти? Ну, наверное, из мастера начать. Ну я так понимаю, да. Я надеюсь, что хотя бы так он думает, что он не просто решил сразу стать управленцем. А, кстати, может стать управленцем стройки какой-то чувак, который вообще к стройке отношения никакого не имеет. На какую он должность может претендовать? Ну он может выполнять именно роль управленца, но в этой системе должны быть люди, которые компетентны именно в строительстве. То есть не может быть такого, что мы возьмем кого-то с улицы, обучим его, он станет хорошим руководителем. Если обучим, то можно. Если мы обучим чему? Академия, ну это же не только академия. Это огромное количество технички. Невозможно приехать, давай небольшую вот такую ремарочку. Невозможно приехать на академию, даже заплатить там 500 тысяч рублей, неважно, и уйти оттуда вы руководителем проекта, если у тебя нет каких-то навыков, которые были до, ну то есть строительных каких-то. То есть если ты не можешь отличить, грубо говоря, правила от маяка, грубо говоря, для тебя это одно и то же. То есть ты приезжал в академию, невозможно, слава богу. Да, были люди, которые плохо разбирались в строительстве, но при этом они разбирались. То есть прежде чем ехать в академию, ребятки, ну чуть-чуть все-таки придется, нужно какие-то азы знать. Да, однозначно. Иначе вас не возьмут в 101. А в академию приезжать? Нет, у нас в 101 не только руководители проектов. Да, естественно. А в академию приезжают не только руководители проектов? Нет, нет, нам в команду. Нет, вот смотри, хорошо, я, допустим, я подплиточник, мы любим почему-то плиточников здесь. У нас были мастера, просто мастера. И ты приезжаешь в академию, у них какое, вот отторжение или нет? Ну то есть если он ехал за какими-то инструментами? Очень сложно, очень сложно. Да, я понимаю. Разговаривать даже сложно. Но мы вытягиваем. То есть у нас есть как раз вот блок по философии, и мы вместе с Сережей делаем такие разборы, что у нас ребятки плачут, огромные мужики, взрослые. То есть они осознают реальность. К нам пришло на академию два партнера. Поговорили, сказали, давай разойдемся, да? Ну они не поговорили. Мы с ними поговорили. И вытащили такую правду, что им не нужно работать вместе. Они сами это сказали. Ну потому что очень много вот этих вот, знаешь, пелены. Пелены, когда люди не осознают, что они делают. А когда ты им глаза открываешь, когда копаешь, вот прям до победного, тогда они такие, твою же мать, что мы творим? Слушай, ну сильно трансформировалась академия, да? Сильно, глобально. Ну я просто давно, я был в начале, когда вы только начинали, когда просто в ресторане сидели. Ну ты из шашлыка поел, да, вкусно было. Типа того, да. Да, не, не, советую приехать. Я понял. Тем более это будет на мой день рождения. Я понял. Это будет весело. Минника не продал, все хорошо. Хорошо, если миник даешь, то все, да, хорошо. Давай, я тебе просто расскажу, ну глобально, то есть, ну куча этих направлений вообще, и почему я не могу сказать, как меня вообще назвать и чем я занимаюсь. Давай. Потому что, ну вот первое, мы с бренд-менеджером определились, то есть с развитием бренда, с выступлениями, с партнерствами, с контактами, это одно. Ну это даже не бренд-менеджер, еще раз говорю, это такое лицо компании, то есть по факту ты там везде ездишь, все там знают Дэна, там майки стоят. Да, да, да. Ну плюс это еще в момент этих просто мероприятий есть еще огромное количество проектов. А вот это, подожди секундочку. А вот это твоя история там, где ты обучаешь людей за деньги. Вот. Это отдельно. Это твоя история. Да, да, да. То есть твоя функция, то есть ты зарабатываешь деньги с того, что ты обучаешь других людей. То есть у меня есть моя индивидуальная программа, которую я разработал, которая прокачивает именно… Но она едет под брендом 101. Нет. Ну почему? А под каким? Не под каким. Я лично, Денис Татауров, обучает ребят, кто хочет… В майке 101 в этот момент ты это делаешь. У меня другой одежды нет. У меня нет другой одежды вообще, да. Я понял. Все, я понял схему. Все, я понял. Да, то есть это именно такой двухмесячный интенсив, где мы каждую неделю ставим задачи ребятам и прокачиваем все области. В области стройки, естественно. В области бизнеса в стройке. Бизнеса в стройке. Именно бизнеса в стройке. Я не учу, как держать молоток. Я обучаю именно тому, как вести командообразование, как анализировать все, как выставлять маркетинг, как выставлять продажи. То есть мы развиваемся гармонично, то есть в разных направлениях и все это делаем в рамках интенсива. И плюс это все под присмотром. То есть я выступаю в роли тренера и у них нет вариантов не сделать. У кого-то ставит задача масштабироваться. Кто-то зарабатывает, там миллион, у него есть своя компания, он хочет развивать большую компанию, заходить на регионы. А 101 это нафига? В принципе, ты им бесплатный, поэтому нормально, да? Не, в смысле, ну блин, это мой проект. Ну вот сейчас я просто не могу связать, да, вот ты говоришь, это не 101, это ты мне сейчас говоришь, это не 101, это мой проект. Вот, окей, все хорошо. Зачем это команде? Зачем это команде? Ага, блин, ну если ты сейчас купишь квартиру, будешь ее сдавать и получать с нее доход, зачем это команде? Не-не, подожди, стоп. Я организовал студию. Да. В студии записываю подкасты, плачу зарплату людям, которые со мной все это делают. Да. Причем здесь взаимосвязь. Ну вот смотри, подожди, нет, вот смотри. Ты выпускаешь много контента, который видится и смотрится, как то, что делает компания 101. А сейчас ты мне говоришь, нет, это делает Денис Татауров. 101 к этому никакого отношения не ведет. Значит, мы сейчас про другое говорим. Ты говоришь про мое менторство или говоришь про ролики в Инстаграме? Я говорю про ролики в Инстаграме. Фу, блядь, ты все перепутал. Нет, ролики в Инстаграме – это просто обычное донесение кусочков Академии для людей, чтобы они просто развивались, чтобы они кайфовали. А Академия – это свой внутренний продукт, я его особо даже не пиарю. Хорошо, 100 тысяч или там сколько там, 130 человек приходит, заносит, и причем это чистая прибыль. Нет, менторство стоит 300 тысяч. Я понял, нет, 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 это чистая прибыль Академии, да, грубо говоря? Это чистая прибыль, она прибыль 101 или она прибыль Дениса Татаурова? Нет, у нас есть Академия, это направление, ну, как раз образование 101. Твоя, твоя тема. Наша, наша тема, где я как основатель получаю процент основателя. Но при этом есть еще люди, которые участвуют в распределении. Это не мой какой-то личный проект Академии, но я его курирую. Те люди, которые там спикеры и всякое такое, да? Спикеры, сооснователи, да, ну и плюс есть еще какие-то издержки, которые мы также покрываем. А, ну все ясно, то есть получается так, Академия – это общий проект такой. Академия, да. Да, то есть общий проект. Образовательная история, там, менторство, Дениса Татаурова, его история. Вот это, да, это мой личный проект, я вот запустил, сейчас второй поток, играюсь. И вот эти рилсы, и всякая интересная штука. Это для команды, я просто кайфую, чтобы всем хорошо было. Без мотивации. Ну это же лидогенерация, и плюс лидогенерация не только клиентов, но и новой крови, то есть в команду. То есть люди смотрят это и… Ну там нет такой прям продуманной воронки, ну честно тебе скажу. Это просто… А зачем это делать? Ну вот это как раз история по кайфу. Ну я понимаю. Ну нет, так и есть, да. Я вот сейчас снимаю, это абсолютно… То же самое. Это я качал личный бренд, не более того. В том числе, да. На данный момент у меня даже нет спонсора в этой рубрике. А YouTube? YouTubeчик, по чуть-чуть мы его развиваем, я некомпетентен в YouTube, но сейчас будем запускаться. Ты читал Денис Татауров YouTube или 101 групп YouTube? У нас 101 Education. 101 Education. Его будешь качать? Не знаю, по YouTube нет стратегии. Мне понравилось, что сделал Серега. Хочу повторить его результаты. Ну дешевые лиды. Зачем не знаю? Зачем не знаю? Мы с ним вчера буквально разговаривали, он говорит, ну как бы тяжелые лиды. Это… И все, и как бы вот здесь ты упираешься в то, что… Слушай, там больше, скорее всего, не про заказы, там больше про спонсоров. Вот в его, вот в этом моменте, это больше место для спонсоров. Заказы там, я могу тебе выгрузить базу Авито, сделать по ним рассылку, и вот тебе заказы. Да, такого качества, да, согласен. Да, да. И я не вижу смысла вот именно таким путем идти. А история со спонсорами, она там уместна. Ну да. DIY-сегмент уместен. Мы так и подумали тоже. Вообще без проблем. Да, мы с Андрюхой поговорили и как бы подумали, что это единственное… Но показатели максимально крутые. Ну естественно. Мне понравилось. Да. Да. А так будем сейчас развивать. Мне понравилась идея со студией. Тоже я бахнул студию, развил ее. А сейчас что ты там делаешь? Ты говоришь подкасты, с кем записывал подкасты? Я ляпнул, потому что это мы на подкасте. Не, Павел. А не, вру. Я назвал это интервью. Я просто такой, блин, подкасты, подкасты на радио. Думаю, ну… Ну интервью не вне судя. Ну неважно. То есть мы с Серегой записали интервью… Не выходило еще? Нет. Я даже не знаю нюансов, как ее правильно сделать. Там же нужно правильно обработать. Ну да. Правильно загрузить. Короче, там столько нюансов. Я пока там зеленый. Для меня YouTube – это что-то там на непонятном языке. Понятно. Да. Ну а студию сделал? Студию сделал. Осталось подкрасить швы на панелях шумоизоляционных, подключить ударную установку, помыть окна, повесить шторы. Все. И кайфовать. Но записываться уже можно. Можно, смотри, можно кайфовать, можно кайфовать. Там около 80 квадратов, она такая вытянутая, большая, прикольно. Можно кайфовать раз, записывать контент два, проводить мероприятие три. Ты ее снимаешь за счет компании, я надеюсь, хотя бы? Нет, да? Сам снимаешь студию? Да. Сейчас еще без спонсоров, без ничего, тупо тянешь. Ну один спонсор есть. Понятно. Ну это в материалах, не в деньгах. Ну да, это вообще не считается. Это вообще не считается. Я понял. Но он будет развиваться, проект однозначно будут появляться спонсоры. И тогда будет площадка больше для поддержания вот этого комьюнити крутого. Там будут проходить мероприятия для дизайнеров в Сочи. Образовательные. Но это будут не мероприятия, где там хамон раздают, а где дизайнеров обучают продавать, к примеру. Ну потому что я сталкиваюсь с проблемой, что нас, нашу систему, как мы работаем, просто девчонки не могут продать. Они не могут сами себе ее продать. Да, это самая важность. То есть ты не можешь из нее, вот если у тебя бизнес-модель не клеится, как бы, но ты… А после этого они не могут еще и продать заказчику. Они хотят с нами работать, но не умеют, не умеют продавать. Как мастеру стать управленцем? То есть в первую очередь, что отличает мастера от управленца? Навыки. Навыки управленца. Первое. Мы начинаем считать бабки. Ну мастера не считают деньги. Ну как есть. Я сейчас не пиарю приложение. Считай просто, начинай считать деньги. Есть куча там сервисов, есть просто блокнотик в кармане. Считай деньги, планируй их. Плюс ты должен осознавать, сколько стоит твое время и чем ты занимаешься. И где ты максимально эффективен. То есть хотя бы сейчас, на стадии, когда ты занимаешься объектом, проанализируй, что, допустим, ты, когда работаешь на укладке плитки, а ты в этом эксперт, ты в час зарабатываешь там 10 тысяч рублей, например. Но при этом, когда ты едешь в магазин, чтобы купить какой-то саморезик, ну ты не эксперт в покупке саморезов. Ты херовый логист. Ты некачественно сделаешь эту задачу, так как ее может выполнить другой человек, заточенный под нее. И ты там тратишь свое время. Ты получаешь небольшой откат от магазина. В лучшем случае. Ну, либо делаешь это бесплатно. Так за нихера ты это делаешь? Чтобы стать управленцем, хотя бы убери не свои задачи. Найди команду, которая будет брать и брать на себя эти задачи. У тебя, скорее всего, уже рядом есть такой человек, который с огромным удовольствием съездит в магазин за саморезом. Плати ему там, я не знаю, зарплату. Договорись о проценте и о прибыли. Но при этом будь эффективен здесь и сейчас именно в своей задаче. Я всем даю такой инструмент очень классный по тайм-менеджменту. Он называется дневник дня. То есть ты в течение недели фиксируешь каждый час то, что ты выполнял за предыдущий час. И ты понимаешь, что ты вообще делаешь в течение дня, в течение недели. Потому что бывает, знаешь, у тебя прошел день. Что я делал? Что ты делал? Работал. Работал. А что делал, непонятно. И когда ты анализируешь всю свою деятельность, ты понимаешь, во-первых, чем у тебя занято время, в каких процессах ты максимально эффективен и какие процессы ты можешь отдать. То есть получается, нужно поменять идеологию, чтобы от мастера стать управленцем. Начать думать. Начать думать именно, как развиваться и как быть эффективней. Именно как быть эффективней. Не как больше брать за квадратный метр плитки, а как больше зарабатывать в месяц. Вот тут в этом суть. Потому что многие, они же растут в цене. Это неправильный путь. Это неправильный. Ну, можно, да, там сделать какой-то суперэксклюзив, там за миллионы долларов укладывать какой-то керамогранит. Вряд ли. Но это не бизнес. Это не система. Это не управление. Управление, оно как раз заточено над тем, что ты анализируешь свои процессы хотя бы. Так в этом и косяк. Понимаешь, как мастер растет? Вот он, короче, он поднимает, поднимает цену. Потом он заложник своей такой цены. Прям заложник, я так называю. Потому что он уже работает настолько дорого, что ему столько никто не заплатит. Никогда. Ни при каком раскладе вообще. Вот. Но при этом, при всем, он всю жизнь так будет на крючке. На таком, знаешь, на таком жестком крючке. Я вижу этих людей. Пока позвоночник голову держит. Да, я вижу этих людей, и они на сумасшедшем крючке. То есть, причем они говорят, да не, мне там, как ты там сказал, машину должен отдать кому-то? Но у меня есть другой хороший пример. Представь себе ситуацию, при которой топ-менеджер компании, назовем его так, да, который зарабатывает, там, не знаю, 300 тысяч рублей. И представь себе человека, который открыл придорожное кафе и зарабатывает тоже 300 тысяч рублей. Ну вот, они одинаково. Один бизнесмен, второй типа наемник. Типа, опять же, да. Мы сейчас говорим про этот сегмент уже 300 плюс. То есть, уже, ну, когда уже что-то есть. Как ты думаешь, что будет через 5 лет? Через 5 лет один будет зарабатывать 300, а второй 3 миллиона. Вот. Сейчас даже дело не в этом. Дело все в том, что, смотри, круг общения, круг окружения – это то, что нас делает. Только вот смотри. У чувака, который сделал придорожное кафе и там красиво научился мясо дешево покупать, то, сё, там должен постоянно встать, потому что у него шашлычники, которые, если он не приедет, они его, короче, и он это знает. Он это знает. Дальше он общается с… Кем он общается? С фурой там, то, сё. Да, с дальнобойщиками. С дальнобойщиками, у которых там какие-то такие там темы, там максимум что-нибудь, с проститутками, там, наверное, с какими-нибудь, ещё с кем-нибудь. Ну, то есть, вот такого вот уровня ребята в придорожном кафе. То есть, и при этом, при всём, он там, вот просто он там топ. Он царь. Он, конечно, человек. Королева бензоколонки, только это королева шаурбички, да? Да. А здесь другая история. То есть, ты с кем постоянно общаешься? Ты общаешься с другими чуваками, которые делают бизнес, потому что, ну, как бы, как ни кулки. У тебя постоянные там какие-то рестораны, поездки, кафе, там, не знаю, высокоинтеллектуальные женщины вокруг тебя, ну и прочее, понимаешь? Вот. И, соответственно, но при этом зарплата одинаковая. И этот наёмник, а вот этот… Бизнесмен. Бизнесмен. Но, поисходя какого-то времени, это абсолютно два разных человека, у них разная судьба. То же самое с мастером, который вышел, вот он хороший ремесленник. Я вижу много пацанов, хороших ремесленников. Офигенных людей, с ними приятно поговорить. Но наступает момент, когда знаешь, что со мной происходит? Я сижу за столом и думаю, что я здесь делаю. То есть, ну, мне вообще… То есть, ну, вот, всё. Но уже на другом языке разговариваешь. Да, мне непонятно. Техничка классная. Мне непонятно. То есть, тем более, я разбираюсь в этом, мне интересно. Но я понимаю, что, короче, вот… Уже другими процессами нужно заниматься. Да, то есть, человек реально думает, что где-то там обманывают, и что он может дороже, он может там то, он может вот это. А по факту нифига не так. То есть, ну, по факту я понимаю, что, чувак, ты же на крючке вот там сидишь вот как просто рядом с этой болгаркой. И вот ты от неё отойти не можешь там. Ну, то есть. И при этом ты ни хрена не свободен. Ты вот эти вот эти 300 штук, ты вообще не свободен. То есть, поэтому я считаю, что иногда лучше работать в компании где-то, где есть возможность вырасти. Ну, то есть, куда-то. И поэтому переход от мастера к управленцу, короче, это переход, скорее всего, из чувака, который типа сам себе… А что такое сам себе хозяин? Ну, блин. Это значит, ни хрена не дело. Это такое… Я сам себе… То есть, я хочу, прихожу на работу, хочу… Да ни хрена. У тебя только постоянно меняются, короче, эти самые… Начальники. Начальники, да. Ну и всё. Ну, ладно. Тема такая. У меня был вопрос, тоже мне задали, я вспомнил. Вопрос был похожий, только именно со стороны заказчика. То есть, если у тебя есть заказчик, который там пьёт твои соки, который там не даёт тебе нормально там жить, ну, ты встречал, скорее всего, за всю свою историю таких заказчиков. Типа, как же быть, что с ним делать? И вот тоже есть такой инструмент. Это инструмент аналитики, но он очень простой. По принципу проекта мы всегда понимаем, что 20% заказчиков вот этих проблемных отнимают у нас 80% времени, а остальные 80% заказчиков отнимают у нас 20% времени. Вот просто проанализировать и вот эти вот 20% заказчиков, просто от них отказаться. Иногда это ключевые заказчики. От которых нужно отказаться. И ты взлетишь. Ты взлетишь, и у тебя будет всё хорошо. Потому что, если они, ну, вот как бы не дают тебе покоя, то, скорее всего, ты сделаешь всё хорошо, ну, с нервами, окей. Но при этом в дальнейшем они приведут тебе таких же заказчиков. То есть, никто не отменял сарафанное радио. Ну, да. И ты продолжишь этот путь. Ты будешь в этом же сегменте, да. То есть, хочешь быть управленцем, будь эффективным, анализируй, посмотри. Посмотри, что у тебя оказывается… Да, вот сейчас вот у меня инсайд, блин, действительно. Вот есть такие заказчики. Велика разница бабушкам, бабушкам ты делаешь ремонт, а потом дальше опять бабушкам делаешь. Или ты делаешь токсичным людям. И 90% того, что действительно… И токсичные люди тащат токсичных. Токсичные люди тащат токсичных. Конечно. Сто пудов. Сто пудов. И что-то как-то прям вообще, да. А бывает такое, что у токсичных людей особняк и огромное количество денег. Но вопрос. Ну, как бы ты деньги-то эти не заработаешь. Все. Ты не кайфанешь. Ты лучше сделай… Вот у тебя есть 8 проектов классных, 2 плохих. Но ты же можешь, если от 2 плохих отказаться, взять 16 классных проектов, если ты вывозишь столько. Взять своих заказчиков, крутых, которые тебе доверяют, которые позволяют тебе реализовывать проекты в кайф. И вот с этой историей уже начинаются управленческие навыки. Ну, это подожди. То есть давай конкретный инструмент. Вот я сейчас мастер. Хочу быть… Быть управленцем. Управленцем. Берешь все свое добро, все свои инструменты и продаешь их на Авито. И больше их в руки не берешь никогда. Это первое. Второе. Берешь себе команду мастеров. Ну, если ты же уже не мастер. Ну, раз ты был мастером, то у тебя, скорее всего, в окружении есть огромное количество мастеров. Возьми их. Дальше. Они тебя не будут воспринимать. Нет, других зачем? Ну, да. Есть очень классный инструмент тоже все там. Как найти классного мастера? Неважно, универсала, либо просто мастера. Ты, как мастер, скорее всего, постоянно общался с парнями, которые делают натяжные потолки. Ну, как раз таки я нет, потому что я занимался картоном. Ну, это не суть. Да, вот всегда картоном занимался? Да. Вот прямо вот с самого начала пути. У меня нет нежных потолков. Ну, практически. Это основная моя специализация. Вспоминай, как было давным-давно. Где-то делал ремонт и квартир. И приходили парни и делали натяжку. Не было такого. Я в таком семейке никогда не работал. Ну, короче, у парней, скорее всего, было много, и у меня было такое тоже. Да. Ну, и плюс есть премиальные потолки. Да, я понимаю все, про что ты говоришь. Но вот я это прошел. В общем, берешь. Берешь контакты всех этих ребят. Всех натяжников. Каждому звонишь и говоришь, «Привет, по совету у меня крутых отделочников». Потому что все ребята, которые делают натяжные потолки, это по факту огромный технодзор с большим провилом. Которые провилы это прикручивают по периметру всей квартиры. Они видят конечный результат. У них свежий взгляд. Они понимают, кто делает хорошо, кто делает не очень. Просто все, готовая схема. Забирайте всех людей, общайся с ними, формируй команду. У тебя есть технодзор, у которого есть огромная база уже проверенных строителей. Подожди, я позвонил, я позвонил, да, грубо говоря, набрал людей. А дальше что? Вот они все сидят такие красивые. Это же, блин, нет. Не так работает. Это же не так работает. Это целая куча функций. Огромная куча функций. И ты говоришь, с чего начать. А сейчас ты мне говоришь, не с чего начать, а пиши мне полностью становление бизнес-схемы, где ты бизнесмен. Все, ладно, я понял. Это сложный вопрос. Как перейти? Да как? Брать, взять и сделать. Ну, первое, да, начни с инструментов. Первое, продай инструменты на Авито. Потом дальше пошло, что перестань ездить в магазины за материалами. Тем более, если мы говорим про большие города, там уже такие сервисы крутые есть. Это мы в Сочи страдаем. Петрович. Ну, это реально Петрович красавец. Да. Офигенно. Да. Если был бы в Сочи такой сервис, ну, пара снабженцев бы уже осталась без работы. Потому что, ну, они реально крутые. И вот все-таки будущее за такими сервисами. Ну, и даже если мы говорим про крутые магазины, предоставляющие такой сервис, ну, есть все равно люди, которые катаются. Ну, есть они. Да, они будут. Потому что это желание куда-то ехать. Проснулся, нужно ехать. Нахера. Вот управленец, он просто будет ездить по объектам и смотреть, что у него там происходит? Иногда да. Ну, когда в кайф. Иногда да, когда у тебя есть какой-то этап проверки работ, встречи, еще что-то. Но в целом, то есть, ну, нужно анализировать, что ты делаешь, и выстраивать именно свою эффективность. Ну, а дальше уже пойдет продажи, маркетинг, встречи, и ты будешь выстраивать всю систему. Потому что на одной своей системности ты нифига не вывезешь. У тебя там будут какие-то продажи, там, сарафанное радио. Окей, пару объектов останется. Но при этом, то есть, ну, нужно выстраивать систему гармонично. Я тебе даже покажу, хочешь, вот списком. Мы с ума сойдем даже перечислять. Давай. Как сделать так, чтобы выйти из мастера и стать предпринимателем? Да, давай на этом выйдем в финале. Смотри, аналитика. Просто, простая аналитика. Понимать, кто ты, где ты находишься, какие у тебя процессы. Это обязательно осознавать. Модуль по финучету внедрить обязательно. То есть, вести учет финансов. Пускай он будет в черную, но должен быть учет. Согласен. Даже если в черную. Юридический блок. Это если ты хочешь работать в белую, ты должен понимать, как это все сделать правильно и с минимальными издержками. Оказывается, для многих крутых предпринимателей патентная система налогоблажения была вообще какой-то новостью. А это, ну, я считал, что все про это знают. Дальше, даже если ты играешь в черную, ты должен понимать, как избежать суда. Это прям отдельный блок. Заказчики. Понимать, с кем ты хочешь работать. Понимать вообще, как выглядит твой заказчик. Где его взять, где его найти, как его найти. Походу, мое выступление зашло, да? Ты прямо оттуда идешь. Это я написал очень давно. Но суть в том, что тут просто как бы с кем поведешься, того и наберешься. Это же вот все вот этот круговорот-то идет. Погнали каналы привлечения заказчиков. Как должно это все привлекаться? Нетворкинги, как их проводить, что это такое вообще? Как с этим жить? Как партнериться с риэлторами, дизайнерами, застройщиками? Как работать в домовых чатах? Там вообще у меня космос просто. Социальные сети тоже это инструмент. Шикарный инструмент. Тоже его нужно подключать. Помимо маркетинга должны быть классные продажи. Нужно внедрять психологию продаж. Нужно понимать, как это все работает. Ну, это хера информация. Ну, я понял. Команда тоже. Какие есть роли в команде? Люди даже не понимают, что оказывается… Не понимают. Может огромное количество людей быть в команде, и у каждого есть своя функция. Эта функция оценивается в определенную стоимость, либо в процент от прибыли, либо в зарплату. Ну, естественно. Да, партнерство, что это такое вообще. На хера оно нужно? Нужно ли вообще это партнерство? Как мастеров искать, как мастеров искать, как их мотивировать, как искать рпшников, как их мотивировать, как сделать так, чтобы они от тебя не ушли, как продавать… Вот у тебя очень круто получается продавать себя команде. Ты можешь об этом рассказать, чтобы все остальные могли так делать? Как себе продавать команде? Нет, нет. Сможешь ли ты обучить человека этим навыкам? Я смотрю, у тебя очень круто получается именно продавать себя команде. Люди с тобой пойдут на войну, неважно куда. Даже если ты пойдешь шалому продавать… Быть полезен, ну, конечно. Ну, тут больше давать, чем брать. Это важный навык. Быть причастным к чему-то. Это важный навык? Лидера, да. Это охереть какой важный. Да, лидера, да. Ну, как бы это естественно. Следующий пункт тоже про тебя – внутренняя культура. Это корпоративный отдых, это внутренний климат в коллективе, про который забывают многие. Это важно? Супер важно. Супер важно. Доп доходы. Обязательно. На основании того, что есть. Обязательно, да. Причем там минимум усилий. Но ты это делаешь, и все радуются. Личная эффективность. Ну, ты про таблички всем уже говорил. Тоже очень важно. Ассистенты, помощники, команда, ПО, которая помогает тебе. Личный бренд – важно? Конечно. Бренд компании – важно? Вот. И это все эти тезисно я перетащил. Вот это все внедряется два месяца интенсивно. Ну, да. Ну, люди плачут, у них жопа горит там. Ну, естественно. Это очень сконцентрировано. И вот это ответ на вопрос, как из мастера перейти в управленцы. Хорошо. А зачем? Вот смотри. Знаешь, в чем самая большая претензия, грубо говоря? Вот я даю консультации, но никому об этом особо не говорю. Наверное, даже первый раз в жизни сейчас в подкасте говорю об этом. Вот у меня на следующей неделе, на вот этой неделе, точнее, два, две консультации. Я не знаю, куда их вставить, короче. Просто жесть, в общем, в график. Но история такая. Будучи чуваком, который делает, вот я, допустим, да, вот я и делаю ремонты, у меня там влог, то-сё-пять-сё. На хера тебе учить других? И то есть, когда агрессивный маркетинг идёт, как у тебя, например, да? Вот у тебя агрессивный маркетинг, начиная с твоей аватарки, которая обманывает людей, заканчивая, короче, там, ну, некоторыми, ну, какими-то высказываниями и чем-то ещё, да? То есть, и в этом основная проблема. На фига ты это делаешь, если ты это знаешь, почему ты не строишь компанию? Объясни это, пожалуйста. Потому что компания уже построена. Которая тебе не платит. Нет, ну, смотри, то есть… Нет, 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 это же не моё возражение, я всё прекрасно понимаю. Я понимаю, на хера мне это надо, мне это нравится. Ну, я просто кайфанул от другого и ушёл в другую сферу, но я остался так же в компании. И за счёт того, что я не веду объекты, ну, а за что мне платить, я их не веду. Нет, нет, да подожди, всё, убрали. Я имею в виду вообще, то есть, вот смотри, как человек считает, что если человек сам знает, нафига ему это объяснять кому-то, почему бы не сделать самому? И всё, и всё, и с этого зарабатывать. Ну, типа, нафига ты учишь? Понял? Вот основная причина… Я понял, понял. Основная причина, почему людей называют инфо-цыганами, потому что считают, что если он знает действительно носитель информации, действительно он обладает этими знаниями, зачем ему ими делиться? Глупость, конечно. Я не знаю, я никогда таким вопросом не задавался, именно за него даже сложно ответить, потому что и какими-то масштабными знаниями мы делимся. и это просто мы даже, вот всё, вот всё, что ты видишь сейчас там на проектах, вся эта культура производства, это всё генерируется командой. Генерируется команда, и мы это всё транслируем. Мы тоже не пытаемся это скрывать. Приложение — это суперинструмент? Суперинструмент. А нахера мы им поделились? Ну, потому что… Мы же могли быть монополистами. Секундочку, секундочку, нет, вряд ли. Как-то вряд ли. Ну, не съешь. Ну, потому что продукт… Назови мне компанию, ещё одну такую в премиальном сегменте 200+. Потому что вы 200 объектов? Ну, мы уже говорили. То есть, всё равно, ну, блин, опять же, вот здесь как раз-таки вопросы. То есть, вот именно и здесь как раз-таки вопросы. То есть, я расцениваю 101 как охрененная IT-компания. Ну, то есть, блин, вы IT-компания круче, чем строители. Ну, на мой взгляд, извини, если как бы не так. То есть, хотя вы, да, вы сделали крутую тему, крутую вот эту вот сеть, да, скажем так, идеологию, да, назовем так, не будем называть это там франшизой или ещё как-то. Вот. Но то, что вы сделали IT, вот это прорыв… Вы в стройке прорыва не сделали. Вы в стройке… Вот именно. Это позволило нам просто вырасти очень круто. То есть, если бы вы придумали технологию… А в стройке мы ничего не сделали нового. Вот именно. Вот. А в этом… А вот в IT вы сделали. А вот в IT вы сделали. Но при этом и там, и там мы сделали круто, но просто это не новое. Ну, да. Ну, культура производства, окей, есть что-то новое. Но глобально в строительстве… Ну, а что ты сделаешь в стройке нового? Вот именно, да. Ничего. Да. Ну, как бы цемент такой же цементный и останется. Поэтому у меня вопросов нет, почему вы это приложение разовьёте. То есть, я думаю, что когда это приложение разовьётся так, как оно должно развиться, и если там действительно появятся деньги и, ну, грубо говоря, не пропадёт что-то вот не так, то в смысле вам стройка нахер будет не нужна. Ну, то есть, я считаю, что тем… Ты делаешь ставки, что у нас компания разрушится, как только мы выйдем в большие плюсы по приложению? Я думаю, она просто не нужна будет. Она будет очень сильно отъедать ресурсы, лучше разрабатывать… Так-то разные отделы. Ну, вот именно, да. Ну, да. Так а зачем? Они с антрансными бизнес-юнитами разрастутся, и, короче, смотри, какая история. То есть, я убеждён, что IT-компания разрастётся гораздо быстрее. Ну, грубо говоря, вот смотри, если, грубо говоря, IT-компания будет зарабатывать, допустим, там, ярд с вложенными, там, не знаю, 200 миллионами, то стройка никогда не будет зарабатывать ярд с встроенными, там, никогда. Ну, может быть, мы в девелопинг уйдём, я бог его знает. Ну, да. Я не знаю, как пойдёт. Но суть в том, что если бы не было IT-решения, то не было бы этой компании. А если бы не было этой компании, не было бы этих решений. И вы просто расформируетесь. Смотри, вот если бы не было стройки… Да, я всё понимаю. Ты понимаешь, сколько бабок льётся? Конечно. Это минусовой проект. Я понимаю. Это сильно минусовой проект. Если бы стройки не было, мы бы не смогли бы сделать это решение для всех. Ну, не смогли бы. Ну, наверное, да. Ну, безнаверно. То есть, реально, ну, ты постоянно… Я знаю, что такое разработка. Я представляю, я сам делаю приложение. Это абсолютно другая история. Я сейчас даже хотел назвать цифру, а я не помню, сколько уже. Дай тебе, это не твоя компетенция. Не, ну, мы общаемся. Я знаю, сколько вливается. Но суть в том, что там уже космические цифры. Ну, квартиру в центре Москвы можно купить. Ну, естественно. Что такое квартира в центре Москвы? Мечта. Многих. Нет. В общем, да. То есть, ты меня спросил по поводу синдиката и убежал. Ну, давай. Хорошо. Давай сейчас синдикат. Расскажу. Расскажу. Что это такое вообще такое? А синдикат вообще, то есть, ну… Просто, вот опять, название токсичное, согласись? Нет. Синдикат. Ну, типа… Это ты проецируешь свое состояние. В ОКИ, возможно, да. Ну, не более того. Да, я с многими общался, да. У кого-то синдикат-то бандиты, у кого-то какие-то там… Какие-то знати, знаешь, там ходят. В общем, это сообщество. Это сообщество людей, объединенных тоже по определенным смыслам. Мы это сделали для чего? Сделали для того, чтобы в одном месте собирать людей, которые хотят развиваться. Именно в стройке и отделке. Мы время от времени там проводим эфиры, бесплатно все. Бесплатные эфиры. Мы проводим общение с людьми. Люди могут общаться. Это не коммерческая история. Это не коммерческая история. Я позволяю себе скидывать туда анонсы на мероприятия платные. Позволяю себе. Но это не коммерческая история, которая… Это комьюнити. Комьюнити людей, которые хотят объединиться, но только именно в сфере бизнеса, в строительстве. Не там, где мы обсуждаем, какая болгарка лучше. Да-да, я понял. Когда мы хотим выйти все-таки из роли мастера в роль предпринимателя. Ну вот мы с Серым общались, и опять же, то есть мы там пришли к какому-то там этапу. Я говорю, что там клево работать, не знаю, до тридцатки руками, да, например. Серый говорит, нет. Ну не клево. Ну то есть не клево. Потому что ты потом все равно эти знания никак, никуда не используешь. Вот мы приходим к тому, что все это все равно не могут быть управленцами. Это определенный кайф, это определенный вайп определенного класса людей. Да. Все, то есть, ну, точка. Нет, не стоит задача взять и среди всех мастеров. Ну это же бред. Кто-то же работать должен. Кто-то же работать должен. Смотри. То есть ты согласен к тому, что должны создаваться комьюнити не только управленцев, а комьюнити мастеров тоже должны быть? Никто хера. Комьюнити тех, кто учит делать. Назови. Рувимпро. Что Рувимпро? Это комьюнити. Рувимпро это комьюнити мастеров? Там огромное количество мастеров. Огромное количество мастеров. Ну то есть как бы, но мы не делаем на данный момент, то есть обучение мастеров. Мы сейчас делаем проект. Так что вы мне чешите, обучение мастеров не делаете? Но сейчас еще нет. Один ваш нетворкинг мастеров, которые собираются между собой, это уже обучение. Неосознанное. Неосознанное. Мероприятие это обучение? Мероприятие это развлечение. Для тебя. Это тусовка. Слушай, ну есть… Это нетворкинг. Я с тобой согласен. Это нативное обучение. Окей, давай так. Это нативное обучение. Да. То есть, и причем… Очень эффективное. На этих же мероприятиях мы… Да, да. То есть кайф получаешь колоссальный. То есть я до сих… Марафон – это обучение. Марафон было обучение. Марафон было… Это прям профильное обучение. Это прям профильное, супер профильное обучение было, да. Именно мастеров, которые работают руками. Хоть мы там давали управленческие навыки, но управленческие навыки на уровне бригадира. То есть не выше бригадира. То есть задача моя сделать, чтобы… А ты даешь выше бригадира, собственника бизнеса. Нет, я делаю мастеров эффективнее за счет инструмента управления. И те люди, которые хотят из мастера стать руководителями, управленцами, я тоже им позволяю это сделать. Но согласись, есть мастера, которые будут эффективнее, если они могут, к примеру, пользоваться какими-то SRM-системами. Интересно будет через три года поговорить. Мне просто интересно через три года. Это будет вообще космос. Потому что, прикинь, я сейчас занимаюсь проектом, который, я уверен, что поменяет индустрию среднеспециального образования в России. Почти уверен. То есть, грубо говоря, именно тех людей, которые работают руками. У меня колоссальный заряд, прям супер. А ты занимаешься тем, что хочешь… Колоссально развить управленцев, которым эти люди пойдут. Да, которым эти люди пойдут. Поговорим через три года. Это же получается такое прям дело, да? Давай. У нас все записано, все записано. Все, поехали, на сегодня хватит. Серий, напомни мне через три года узнать, как дела в Академии Рувима. Да, давай. Ребят, всем пока. Да, у нас такие получились диалоги о стройке, о инфо-цыганах. Вот. Но мы забились, да, через три года посмотрим. Да, фотку на аватарку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...